Я хочу объявить о некоторых датах предстоящих гастролей. Я приеду к тебе с возвращением тура The Rat. 12 октября в Вичити, штат Канзас, в Орфее. 13 октября в Амахе, штат Небраска, в Центре Исполнительских Искусств Холланда. 14 октября в Денвере, штат Колорадо, в Театре Парамоунт. Все билеты поступят в продажу в эту среду 10 августа в 10 утра по местному времени с кодом предварительной продажи «Крысиный король». А затем, в пятницу 12 августа, они поступят в продажу вообще без кода предварительной продажи. Ты можешь получить все билеты через тур.com.tour. Там есть надежные ссылки. Если ты пойдешь в другое место, ты можешь получить ненадежную ссылку, и это может привести к повышению цен. Так что тур по .com.tour. Я также хочу сказать тебе, что у нас есть несколько новых чая в Be Good To Yourself в новых летних цветах, таких как банан, лосось и многое другое. Ты можешь проверить это и многое другое в интернет-магазине .com. Спасибо тебе. Сегодняшний гость был достаточно благодарен, чтобы позволить нам записать пленку из его студии в Остине, штат Техас. Он стержень в сообществе смешанных единоборств и ценный комментатор UFC. Он ведущий самого большого подкаста на планете «Земля. Опыт» Джо Рогана. И его новый час стендап-комедии, лучшая комедия, которую я когда-либо видел в его исполнении. Мы благодарны ему за то, что он сегодня здесь, мистер Джо Роган. Пролей на меня этот свет. Я сяду и расскажу тебе свои истории. Посвети на меня, и я найду песню, которую пел. Мы живы, и мы вернулись. Мы все же ведем твой подкаст. Да, спасибо тебе, чувак. Спасибо за спасибо. Спасибо тебе за гостеприимство и за то, что ты согласился, и я ценю это. Мне очень приятно, что ты позволил нам сделать это здесь. Мы немного повеселились. Да, у нас был мужик. Прошлая ночь была действительно классной. Мы хорошо провели время, правда? Да, новое место выглядит великолепно. Не правда ли? Да. Ты как себя чувствуешь? Захватываюсь. Когда ты туда заходишь, тебе не кажется, что страшно было начать думать? Окей, я собираюсь построить настоящее издание для комедии. Это похоже на совершенно новый вид бизнеса, не так ли? Да, это немного ошеломляет. Это немного ошеломляет. Это своего рода безумие. Да. Это так. Все в порядке. Это захватывающе. Но часть меня спрашивает, какого хрена? Да, ведь я слушал, как ты показывал это мне, и я подумал, черт возьми, Джон, мне казалось, что ты был кем-то вроде подрядчика, кем-то вроде арендодателя. Это было похоже на то, что это целое. Это похоже на совершенно другую униформу. Это совершенно другое дело. Но, к счастью, у меня есть люди, которые управляют этим, так что мое участие в этом аспекте, надеюсь, будет минимальным. Да, ты знаешь, но это определенно так, ты знаешь. Но я чувствовал, что я чувствовал себя обязанным. Я чувствовал себя обязанным сделать это, ты знаешь, потому что я всегда чувствовал, что если ты знаешь, я никогда не хотел владеть Comedy Club. И я всегда чувствовал, что ты просто должен быть милым с Comedy Club владельцы, потому что ты никогда не захочешь быть одним из этих гребаных людей, верно, но потом, когда я узнал, что переезжаю сюда, а Кэп Сити уже закрыт, я подумал, может быть, мне стоит купить гребаный клуб и основать клуб. И это стало моим фокусом, это стало тем, о чем я думал. Я думал, что я мне действительно стоит это сделать, мне действительно нужно настроить его так, чтобы я настроил его правильно. Так что я создаю его не для того, чтобы пытаться заработать деньги. Я просто создаю его для того, чтобы создать потрясающую среду для комедии и создать дом для комиков, где они просто чувствуют себя хорошо. Да, если они могут пойти туда, и это отличное место, чтобы потусоваться, и ты просто чувствуешь себя хорошо в атмосфере, ты сможешь хорошо выступить. К тебе будут относиться хорошо, как и ко всем остальным, относиться с уважением, весельем и просто хорошим отношением. Был ли город восприимчив к этому? Был ли какой-нибудь подобный откат? Были ли какие-нибудь подобные барьеры, которые нужно было создать в Comedy Club? Чего ты не ожидал, просто потому, что ты никогда этого раньше не делал? Это процесс. Я имею в виду, что потребовалось много времени, чтобы получить разрешение и все такое прочее, но это было не так, ты знаешь, это просто нормально. Это нормально для любого бизнеса, особенно если ты собираешься получить лицензию на алкоголь и весь этот джаз, и у тебя будет живое выступление. Да, чувак, я слышал, как ты и тот парень говорили о том, вы все говорили о сексе с лошадьми В. Когда я подъехал к вестибюлю? Сегодня это место в моем вкусе. Чувак, я однажды видел в Новом Орлеане, как во французском квартале было много полицейских верхом на лошадях, и две лошади начали трахаться с копами на них врата. Копы сходят с ума. Один из них так и поступил. А другой был взволнован. Тот, что сзади, я думаю, немного, блядь, вибрировал от этого, потому что, по крайней мере, он был в выигрышной позиции. Верно, ты же не хочешь быть тем парнем, у которого лошадь кончает трахать эту лошадь? А потом он начинает трахать тебя. Иначе лошадь рухнет, и ты окажешься в ловушке под ней. На днях я видел ужасное видео, где эти чуваки гоняли лошадей, они бежали, и собака, тявкающая собака, выбегает на трассу, лошадь спотыкается о собаку, и парень умирает. Что это за собака выбежала туда, чтобы сказать ему что-то или что-то в этом роде? Да, нет. Или хотела бы поприветствовать его? Залай. О, просто какая-то дерьмовая собака, которая подумала, что было бы неплохо облаять гребаную лошадь, и лошадь споткнулась, и лошадь на полном газу, и лошадь споткнулась об эту собаку. И ты знаешь, приземлилась на этого парня, парень пошел, ты знаешь, лошадь пошла головой вперед, и парень пошел с ним так, чтобы парень упал, лошадь налетела на него сверху и раздавила. А парень умер? Хочешь на это посмотреть? Да. Хорошо, я найду его. Я посмотрю на это, чувак. Я сначала этого не хотел. Но теперь ты думаешь об этом. Но теперь я в деле. Чувак, однажды, когда я учился в ЛГУ, у них был сбор средств для парня, который получил травму, играя в футбол, верно? Да. Так что они собрали все эти деньги. Они хотели купить ему красивую модную инвалидную коляску, такую, в которой есть все необходимое, например, центрифуга, или что там еще может быть на инвалидной коляске, динамики. А также купи ему золотистого ретривера как животное, потому что он получил паралич ног, играя в футбол. Верно. Они покупают ему эти вещи, верно? Есть несколько разных мероприятий по сбору средств на нескольких разных играх лсу. Люди ходят по парковке с ведрами и всякой всячиной, собирая средства. Они дают ему это и отдают ему. А потом, несколько месяцев спустя, у собаки была инвалидная коляска или что-то в этом роде, на ней было что-то вроде системы жизнеобеспечения для парня. У него должна была быть какая-то кислородная система. Собака выдернула вилку из этой штуки, и парень умер. Нет. Да. А нет. Так вот. Но да, увидев, как трахаются эти лошади, мне захотелось ненадолго побыть копом. Это должно выглядеть как вечеринка, особенно в Новом Орлеане, где люди все равно танцуют на улице. Я не могу найти видео, но я могу найти тебе видео, на котором дракон комода проглатывает оленью нору. Хорошо, этого хватит. Если это то, что я должен сделать, чувак. Это твой второй вариант. Ро, ты видел, что мы снимали Fox News прошлой ночью, я возвращаюсь домой, верно? Я просматриваю несколько разных новостных сайтов. На первой странице Fox News Джо Роган читал ТикТок. О, когда мы читаем условия предоставления услуг. Да. Ты с ума сошел, да? Но это была первая часть, это было главное. Да, это было похоже на то. И это было почти похоже на то, что я был таким. Посмотри на это. Посмотри это видео. Это бананы. Он уже проглотил это. Он сделает это снова. Вот и он. Смотри сюда. Вау. Быстро съел этого оленя целиком. Ласточку, козла, извини. Я никогда на это не смотрел. Кажется, все немного ускорилось. У меня никогда не было козы. Это вкусно. Это необычное на вкус мясо. Однажды я ел ардварка на свадьбе. Трубкозуб? Да. Что это было за свадьба? Это было, я думаю, это было похоже на белую свадьбу или что-то в этом роде. Как они сказали, это был трубкозуб? Это могло быть что-то другое. Или они могли написать с ошибкой типа «белая свадьба». Нет, это было просто как обычно, как будто двое белых поженились, они же не трубкозубы. Они сказали, что поженились. В каком штате это было? Это было в Луизиане, когда я рос. Это было в модном французском заведении. И они сказали, что у них там есть кора. Так что мы им поверили. Но да, я просто подумал, что это безумие. Что такое голова? Как будто это было ночью после того, как мы дали интервью в тот же день, верно? Итак, в заголовок статьи, Джо Роган читает соглашение ТикТок, верно? Это условия предоставления услуг. Это почти похоже на то, что кто-то спрашивает. Джо единственный человек, который читает условия предоставления услуг в Америке. А остальные из нас просто используют дерьмо прямо из коробки, как будто даже не обращают внимания на то, что происходит. Именно так я себя и чувствовал немного. Я думаю, что сейчас многие люди пользуются такими вещами, как ТикТок, потому что об этом написано много статей, и многие призывают запретить его. Потому что это в основном китайские шпионские программы. Это действительно так. Но если они доберутся до нас, то чего бы им хотелось? Так что скажите, что мы немного говорили об этом на днях. Но скажите, что им нравится проникать во всю электронику. Они получают все данные и все такое. Но тогда как они воспринимают нас как людей? Например, как они сажают нас в клетки? Ну, я не думаю, что это так просто, как посадить людей в клетки. Я думаю, что им нужна интеллектуальная собственность, они хотят украсть данные, и они хотят, чтобы это было так. Как если бы у них был доступ к твоему компьютеру, и они сказали, что если ты работаешь над какой-то гребаной системой оружия, или что если ты работаешь над что-то вроде системы связи, и у них есть доступ к твоему компьютеру, они могут украсть эти данные с твоего компьютера, потому что у них есть в ним доступ, потому что ты используешь ТикТок. Так что речь идет всего лишь об информации. Да, одной из самых тревожных вещей было то, что у них есть доступ к компьютерам, которые даже не используются для ТикТок. Верно. Как и другие компьютеры. Да, я помню, как ты это говорил. Это просто. Это безумие. Это настолько безумно, что кто-то действительно мог бы это позволить. У них был инженер, инженер-программист, который спроектировал ТикТок и сказал, что это был самый вопиющий пример с точки зрения вторжения в частную жизнь. Самый вопиющий пример, который они когда-либо находили. Так разве не было бы какой-то структуры или шаблона в американском обществе, правительстве или иерархии, которые защитили бы нас от подобного рода вещей? Почему? Вот чего я иногда не понимаю. Почему нет чего-то такого, что защитило бы нас от подобных вещей? Или это просто наша собственная ответственность? Я не знаю, что они сейчас могут сделать, кроме как запретить это. Но я знаю, что они говорили о запрете этого на некоторое время, но затем была заключена какая-то сделка. По которой данные должны были поступать из американской версии ТикТок в Америку, но оказалось, что это не так. Она отправится прямиком в Китай, а затем они отправят версию в Америку, посмотрим, правильно ли это, посмотрим, звучит ли это как рок. Это красиво? Да, мы будем и будем продолжать использовать это. Это почти как потому, что, например, что если бы они ударили? Они сказали женщинам, что есть косметика, которая украсит твое лицо, верно? Да, как будто ты его наденешь, и твое лицо окажется в Китае. Да. И потом мы все равно им пользуемся. Верно. Это просто показывает мне уровень зависимости, который у нас есть. Социальные сети. Да. Да. Это зависимость. У них здесь есть офис. У ТикТок есть офис в Остине. Для людей, которые нужна помощь? Да, ты знаешь, что я нашел об этом? Какая-то дама кричала у ручья в пещере и сказала, «Я иду, что ты делаешь?» Она такая, «Я работаю на ТикТок». Черт возьми, сколько ей было лет? Ей за 20. О, все в порядке. Чувак, кто не ворвался в ту леди прошлой ночью, чувак. Эта леди не была такой. Весь стол, это очень печально. Прошлой ночью там было несколько гребаных пьяниц, чувак. Какие-то дебоширы. На вторник? Да, ты раздавлен, чувак. Это было весело. Это было круто. Я давно не видел, чтобы ты выступал. Я давно не видел, чтобы выступало много людей. Да, вот оно. Утечка аудиозаписей с 80 внутренних собраний ТикТок показывает, что к пользовательским данным, пользовательским данным США неоднократно обращались из Китая. Я чувствую, что с помощью этих инструментов почти во всех из них есть какой-то черный ход для доступа к пользовательским данным, сказал внутренний аудитор, нанятый, чтобы помочь ТикТок. Закрыть доступ к китайцам конфиденциальной информацией, такой как дни рождения американцев и номера телефонов. Черт возьми! А если ты посмотришь на условия предоставления услуг, то это гораздо больше, чем просто это. Да. То, к чему у них есть доступ, это намного больше, чем это. Условия предоставления услуг — это безумие. Просто прочитав, что любая компания, которая попытается продать вас в социальных сетях, я имею в виду, что одно дело сказать. О, мы собираемся таргетировать рекламу в вашем направлении, мы вроде как привыкли к этому, типа того. Как в случае с Google и прочим дерьмом, я не возражаю, если они будут посылать рекламу в мою сторону. Но то, что они делают — это безумие. У них есть доступ к твоему аудио, а это значит, что у них есть доступ к твоему гребаному микрофону. Они слушают, как ты говоришь. Это страшно. Да, например, если ты ведешь разговор типа, мы собираемся заключить сделку с Китаем и продать им вот это. Но сколько дерьма им приходится выслушивать от просто людей, которые, блядь, слушают, знаешь, как будто разговаривают с животным или трахаются? Знаешь, как записывают рецепт для приятелей или что-то вроде того? Сколько дерьма им приходится, блядь, говорить? Это почти грустно, если там просто, знаешь, ощущение, как на футбольном поле, где китайцы просто слушают, как американцы, блядь, откашиваются и все такое прочее. Я думаю, что большая часть этих вещей их не интересует. Там заинтересованы в том, чтобы нацелиться на конкретных людей. Допустим, ты руководитель крупной софтверной компании. Хорошо. И они знают, что твои дети используют ТикТок, а их дети тоже пользуются твоим компьютером. Теперь они получают доступ к твоему компьютеру. Верно. Мне так показалось, я имею в виду, очевидно, что я лудит, 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 когда дело доходит до этого дерьма. Так что я просто объясняю из того, что я читаю, в терминах того, как это можно интерпретировать, поскольку у них есть доступ к вашим нажатиям клавиш. Да, это означает, что, чтобы ты не печатал, ты печатаешь своей жене, как будто я устал от твоего дерьма. Чтобы ты не печатал, у них есть к этому доступ. Но это просто безумие, что все они будут спать. Те люди, которые работают там посреди ночи. У них просто есть любовное письмо какому-нибудь гребанному чуваку, паре геев, или какому-нибудь гребанному ребенку, отправляющему свои грязные фотографии своим приятелям. Это похоже на то, что они, черт возьми, сойдут с ума. Я не думаю, что они получат доступ. И все такое. Я знаю, о чем ты говоришь, но я не думаю, что они получат доступ к этому. Да. Я думаю, что они использовали бы это специально для нацеливания на людей, которые, по их мнению, работают на ценной информации. Я говорю о высококлассных материалах. Да, или если кто-то хотел сделать что-то, что китайская сторона считала вредным для Китая, вы знаете, может быть, какой-нибудь китаец здесь хотел продать им китайскую информацию. Они могли узнать все, что угодно. Скажи это, что-то подобное происходит, верно? Ты такой, ты уходишь с работы, хорошо? Хорошо. И в мире все пошло под угрозу. Ты был на работе, ты снимаешься в эпизоде подкаста или что-то в этом роде. И как будто все просто достигло того уровня, когда, может быть, пара полицейских участков была захвачена просто вандалами и сумасшедшими, как будто начался маятник. Все становится, как стена прямо, а затем все очищается, верно? И так ты едешь домой, тебя трахают, Кэм Хейнс посылает тебе, блядь, тысячу ударов молотком. Понимаешь, о чем я говорю? Как будто ты получаешь все, все просто пишут тебе смс-ки. Джока такой, я даже не проснусь завтра на работу. Я буду свободен, я просто встану в 4.30, верно? Как будто все в порядке. Что ты делаешь? Как ты, это конец. Это когда я говорю, хорошо, Джо Роган? Ты слышишь, ты понимаешь, о чем я говорю? Ты слышишь, что это просто исходит от Бога, или от чего-то вроде сильного ветра с гребаным голосовым аппаратом в нем. Это похоже на то, что это все. Это апокалипсис. Ты уходишь с работы, вот и все. Я думаю, ты должен реагировать на каждую отдельную ситуацию так, как будто каждая вещь будет уникальной. Как будто кто-то пытается вломиться в твой дом, кто-то пытается ограбить тебя. Ты знаешь, кто-то пытается вломиться в твою машину, пока ты за рулем. Окей, значит, у тебя есть час. У тебя есть что-то вроде часа. Мы дадим тебе 90 минут. У тебя есть 90 минут, чтобы как-то подготовиться, прежде чем ты начнешь чувствовать некоторое давление. Что ты делаешь? Я не знаю. Я думаю, загрузи несколько журналов. Ой, я в жопе. Но мне интересно, чем ты занимаешься. Это то, что я бы сделал. Я бы, наверное, загрузил несколько журналов. Хорошо. Во что? В оружии. Хорошо, хорошо, хорошо. Да. Я понимаю, я не знал, знаешь ли ты, черт возьми, в периодических изданиях. Например, в Sports Illustrated. Я как ААА. Этот парень уносит информацию с собой в бункер. Я читаю журнал «Пэн». Да, чувак, я такой. Я просто вижу Джо с таким количеством копий-филд инстрим, сколько ты, блядь, выходишь в прямой эфир. Ты мог бы использовать эти журналы в качестве защиты. У тебя их достаточно друг на друга. Окей, теперь ты думаешь о замедлении пунктов. Окей, но скажи так, как будто ты забираешь свою семью или что-то в этом роде. Вы, ребята, остаетесь? У тебя есть бункер. В настоящее время я не знаю, но этот разговор заставляет меня хотеть бункер. Да. Я хотел раньше именно по этой причине. Например, если дерьмо пойдет совсем не так, было бы здорово, если бы там было место с водой и едой. У тебя есть вода. У тебя есть еда, как на территории отеля. Хорошо, а как насчет того, что ты вроде как в городе, или занимаешься чем-то вроде бизнеса или чем-то, в чем ты мог бы удержаться, ты бы подумал, что это жизнеспособно. Бизнесом, в котором я бы удержался. Это должно быть какое-то укрепленное заведение. Нравится торговый центр? Нет. Нет, тебе нужно было бы купить что-то, что ты мог бы защитить. Чувак, торговый центр? Да, торговый центр. Я думаю, потому что ты бы, наверное, подумал. А думай обо всем, что ты мог бы спрятать в гребаном Мэйсис за всем этим. Прячай киноварь за прилавкой. Да, 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 там. Просто сожми и положи в рот. Пошел ты на хуй качай снаряды. Это было бы хорошим предлогом съесть эту еду, потому что мне нужно что-нибудь съесть. И эта дрянь сохранится, потому что у многих из этих вещей есть все, что нужно. Консерванты. В них есть консерванты. Так что у тебя было бы это. У тебя там были бы манекены, подумай об этом. Ты мог бы устроиться как мираж. Правильно, правильно, правильно. Как фальшивая ситуация. Да. Люди могли бы так подумать, но за этим стоишь ты. Да. Да. Так что торговый центр, я думаю, мог бы быть хорошим. Да, я думал об этом. Я бы сходил в торговый центр. Правда? Да. В торговый центр? Да, потому что в торговом центре больше никого нет. Но самые тупые люди находятся в торговом центре. Они все испортят тебе. Им пора уходить. Они собираются уходить. Русские здесь, ребята. Эй, заткнись на хрен. Я притворяюсь манекеном. Я такой. Эй, дай мне медиума. Да, это будет проблема в тупых людях, когда дерьмо идет не так, как надо. Есть люди, которые просто трахаются, как будто они копатели канав. Они тупыри люди. Они такие и есть. Они трахаются. Они мыслят о минимальной заработной плате. Но у них, наверное, будет много оружия. Может быть. Я не всех знаю. Я думаю, что сейчас у многих людей есть оружие. Но я думаю, что если что-то пойдет не так, то многие люди запаникуют в этом хаосе. Верно. О, люди сразу же запаникуют. Люди будут пытаться объединиться. Некоторые люди будут пытаться спасти дерьмо. Этот человек уйдет. Этот человек уйдет. Да. Будет много людей, которые развалятся на части, но так всегда бывает, когда что-то идет странно, люди разваливаются на части. Многие люди не очень хорошо реагируют на давление. Да. Да, я знаю, что однажды застрял в лифте, когда был на Марде Гра, и мы пробыли там около 17 минут, и какой-то чувак, там две девушки, и там было около девяти человек. Это было похоже на напряженный день на Марде Гра. Я там со своим приятелем, Джошем Келли, музыкантом, он играет. Мы едем на этом лифте, и примерно девять из нас застревают в этом лифте примерно на час. Но ты же слышишь, как продолжается Марде Гра. Мы спрашиваем, как долго мы здесь пробудем. И вот мы уже там, и какой-то парень подходит к двум девушкам и говорит, «Не волнуйтесь, никто здесь вас всех насиловать не собирается». Вот что он сказал, и вдруг как будто все там просто изменилось. Мы такие. Никто даже не думает об этом дерьме. Насколько велик этот лифт? Наверное, так оно и было. Честно говоря, держу пари, он был почти такого же размера, как этот стол. Большой лифт? Да, может быть, на два фута меньше с этого конца. Может быть, на один фут. Значит, лифт не такой уж большой. Да, и какой-то парень все время пытался просто распахнуть двери так сильно, как только мог. А сколько там с тобой людей? Я бы сказал, семь человек. Семь человек, и две из них девочки? Да. Мальчик, отстойно быть ими после того, как этот идиот сказал это. Да, да, чувак, потому что... Ты должен подумать об этом. Да, да. Никто не собирается тебя насиловать. Типа какого хрена мужик? Представь себе. Если он не думает о том, чтобы изнасиловать их, то ты думаешь, он будет думать о том, знаешь ли ты, кто-нибудь говорил ему заткнуться нахуй. Люди просто сказали бы, успокойся, успокойся. Ты знаешь, что так оно и было. Но это было просто интересно. Я бы обострился. Как ты знаешь, ситуация начала обостряться. Если ты борешься с зависимостью и не знаешь, какая помощь тебе нужна, или куда тебе следует обратиться за помощью, или нужно ли тебе лечиться, или что-то еще. Если ты не знаешь, что делать, я хочу порекомендовать восстановиться здесь. Рекавер Хиа — это надежный ресурс, который помогает мотивированным людям, ищущим лечения от зависимости, найти наилучшие доступные варианты. Рекавер Хиа предоставляет бесплатную профессиональную оценку и помогает вам найти наилучший вариант лечения с учетом ваших индивидуальных обстоятельств. Рекавер Хиа может сэкономить вам время, деньги, и самое главное — вашу жизнь, помогая вам комфортно ориентироваться на вашем пути к выздоровлению. Если ты борешься с зависимостью, я был там, и все может наладиться. Зайди на сайт recoverhere.com Это R-I-C-O-V-E-R-H-E-R-E.com, чтобы начать свой путь к выздоровлению сегодня. Мальчики и девочки, сейчас август, а это значит, что это национальный месяц осведомленности о выпадении волос. Знаете ли вы, что двое из трех парней могут испытывать ту или иную форму выпадения волос к 35 годам? Это довольно много, не правда ли? К счастью, в большинстве случаев выпадение волос можно предотвратить и вылечить, и он здесь, чтобы помочь. Как только начинается выпадение волос, оно обычно не прекращается и не обращается вспять само по себе. Чем раньше ты примешь меры, тем больше волос у тебя, скорее всего, останется. КИПС, клинически доказанные методы лечения на 90% эффективны в восстановке выпадения волос, а у 66% мужчин даже наблюдается их отрастание. Пальчики оближешь. КИПС предлагает простой, доступный и свободный от стрессов способ сохранить ваши волосы с помощью удобных виртуальных консультаций врача и лекарств, доставляемых прямо к вашей двери каждые три месяца. Тебе не нужно выходить из дома. Если ты готов принять меры и предотвратить выпадение волос, зайди в КИПС.ком.тео, чтобы получить свой первый месяц лечения бесплатно. И ты будешь поддерживать шоу. Это позволяет Даткомам получить свой первый месяц бесплатно. Это позволяет Даткомам.тео. Ты когда-нибудь попадал в бунт, похожий на ситуацию типа бунта? Нет. Хотя однажды я был на бета-брейкерах по грибе в Сан-Франциско. Бета-брейкеры? Что такое бета-брейкеры? Что это такое? Это похоже на кучу людей? Они как гонщики. Они как будто соревнуются на улице. Что это за гонки? Только на длинной дистанции. Каньоны всегда выигрывают, да. Бегаешь? Хорошо. Да, бегаешь на перегонки. Так что это кучка таких людей. Бей двух брейкеров. Я думал, ты говорил о бета-брейкерах. Да, бей двух брейкеров. Я думал, он тоже это говорил. Так что я напечатал. О нет, бета-брейкеры, я думаю, немного другие. Бей два брейкера. Да. Вот и все. Да, вот и все. И ты можешь просто надеть костюмы и просто быть в них. Быть в них. Это похоже на то? О, как будто чувак одет, как розовая обезьяна. Да. Разве это не странно? Он впереди. О, в Макдоналдсе они нарядились, как Рональд Макдональд. Да, так что люди просто делают всевозможные комментарии. О, интересно. А мы съели там кучу грибов, как бы реквизировали этот уровень грунтовых вод. Там был уровень грунтовых вод, который вроде как оставили без присмотра. Что такое уровень грунтовых вод? Просто столб, на котором стояла куча стаканов с водой. Хорошо. Итак, мы подошли туда, и люди побежали, они идут, и мы начали говорить людям, что вода предназначена только для азиатов, верно? О, мы плачем, смеемся, потому что люди бегут, они не могут остановиться. Они пытаются выиграть время. Так что для некоторых людей это значит, брат, это только для азиатов. А я такой, почему? А потом азиаты все пришли в восторг, и мы продолжали обливать их водой. Чувак, мы трахались, я фотографировался с похожими людьми, и у меня все это время торчали мои гребаные яйца. Да, мы действительно трахались. Фотографии людей здесь с ума сходят. Сколько тебе было в то время? Я не знаю, чувак, наверное, 28. И люди говорили, «Эй, давай сфотографируемся вместе, чтобы у нас получилось. Я просто достаю эту сумку, детка, эту гребаную кобуру для резинок». Ты понимаешь, о чем я говорю? У меня был друг, я постоянно так делал. Он вытаскивает свои яйца. Том Коттер, с которым он танцевал. Нет, у Америки есть таланта, да. Он такой забавный. Да, он забавный чувак. Я знал Тома давным-давно, и он делал то, что он называл прогулкой в мешке, когда он вытаскивал свой мешок из молнии, и просто ходил вокруг, и устраивал вечеринки, и он просто такой. Нет, какого хрена ты делаешь, чувак? Это безумие высовываться из штанов. Да, раньше он мог так веселиться. Ари до сих пор так делает. А кто так делает? Ари. Он все еще будет так веселиться. Да, это интересно, чувак. Он такой. Ари такой интересный чувак, не правда ли? Он очень интересный чувак. Он такой, какой есть. У него такое чувство, что он очень самостоятельный человек. Да, и таких людей, как этот чувак, не так уж много. Да. Я действительно восхищаюсь этим в нем. Так что ладно, значит наступает конец света, и тогда я был бы в торговом центре, или может быть знаешь что? А что, если бы ты отплыл от берега, как на лодке, и позволил бы этому дерьму трахаться? Позволь этому случиться, наблюдай за этим издалека. Позволь ему растаять. Это был бы хороший ход, если бы у тебя была большая лодка, если бы у тебя была лодка с едой на ней, но лодки работают на дизельном топливе. И это похоже на то, откуда ты берешь дизельное топливо. Например, как ты собираешься вытащить эту лодку обратно на бель. Например, что ты делаешь? Окей, тебе нужно подготовиться, так что у тебя должно быть с собой немного дизельного топлива. Верно. У тебя должна быть еще одна лодка с дизельным топливом. У тебя должна быть вторая лодка, тфидерная лодка, как танкер. Я буду работать над этим. Так что ты получишь танкер, дизельного топлива на 15 лет хватит. Твоя лодка будет такой большой, у тебя будет столько этого гребаного дизельного топлива. У тебя есть свой плавучий дом, на котором ты спишь. От тебя просто все время пахнет дизельным топливом. Дизельное топливо — ужасный запах. Правда? Мне это немного нравится. Мне нравится запах бензина. Мне нравится запах бензина. Ты знаешь, чем я люблю пахнуть? Волшебный фломастер. Фломастеры, открой крышку Да Залезай туда, чувак Черный я, блядь, размажу, а у него дырка в морде детка Эти паруса, как у лодки Джеффа Безоса О, вау У него есть лодка с парусами? Да, это его лодка Это гигантская яхта, которая у него есть Что это такое? Да, это то, что да Когда я смотрел фотографии Вот так у него будут паруса, много больших Они так делают, когда я смотрел на них раньше Но все же есть гигантские лодки с гигантскими парусами на них Почему это так? Так что им, и не нужно этого делать Они все еще могут работать Я думаю, если они где-нибудь застрянут О Именно так они привыкли путешествовать Вау, видишь, это тоже ключ к успеху Это должно быть у тебя, потому что что, если это так? Это запасной вариант Да, а что, если твои вещи пропадут? Может быть, Джефф Безос знает какое-нибудь дерьмо Мы не знаем, я уверен, что он, вероятно, знает, раз пришел сюда Он этого не делал, но я бы впустил его Он бы сделал это, да, черт возьми, да Я думаю, это было бы интересно Я поговорил с этим чуваком Моя мама работает на него Интересно, знает ли он какое-нибудь дерьмо, которого мы не знаем с точки зрения того, что происходит Насколько эти вещи вызывают привыкание Очень сильное привыкание Да, ты сильно ударился об это прошлой ночью Ты заметил это? Ты бы не остановился, ты бы не остановился Вот такой я, чувак Если я что-то получу, я это получу Ты понимаешь, о чем я говорю, мальчик? Бензин, волшебные батончики, эскоу Что угодно Я нажму на это еще раз, чувак, просто чтобы, блядь, почувствовать это У тебя от этого голова идет кругом, не так ли? Да Да, никотиновые вейп-ручки, они хороши для мышления, хотя по какой-то причине никотин усиливает когнитивные способности Это как новый тропик О, я не знаю, верю ли я в это, но мне больно, из-за этого я просто не могу так хорошо спать Я словно просыпаюсь от страха Нет, но это так, похоже, что это одна из вещей, которые, по словам Стивена Кинга, действительно повлияли на него в его творчестве, когда он бросил курить Поэтому у меня к тебе вопрос Итак, парочка, всякий раз, когда ты был похож на комиксы, всегда знал, что у тебя все хорошо, верно? Но всякий раз, когда ты получал, например, когда ты заключал сделку с Потифай, это пугало людей Потому что они придавали этому такие большие значения в прессе, верно? Это было страшно, что люди знали, что ты богат? Неужели это было так страшно? Я бы не сказал, что это страшно, но это просто одна из тех вещей, когда люди начинают обсуждать, должны ли у тебя быть эти деньги или нет Почему бы им не отдать эти деньги другим людям? Почему ты не приводишь в порядок улицы и школы, и почему он хороший? И тогда есть некоторые люди, которые просто завидуют, поэтому они злятся, ты знаешь, что, к сожалению, есть много злых ревнивых комиков И есть много комиков, которые смотрят на успех других людей, и им плохо, поэтому они думают, что ты делаешь что-то плохое, потому что им плохо, потому что они этого не делают Нравится, как они себя чувствуют, когда кто-то убивает их, как будто многие комики, нарциссы, и многие из них очень эгоцентричны и эгоистичны, да И поэтому они думают, что когда ты делаешь что-то хорошо, или что-то идет хорошо для тебя, и каким-то образом знаешь, что это отнимает что-то у тебя Ты их знаешь? Как ты думаешь, почему это происходит? Мышление от голода Люди думают, что на всех не хватит С комедией явно хватит на всех С подкастами явно достаточно для всех, и когда у других людей все хорошо, это на самом деле лучше для всех Потому что это привлекает больше людей к подкастам, больше людей интересуется комедией Это мой взгляд на это, но я такой, у меня всегда был такой взгляд, мне всегда нравилось, я пытался помочь другим комикам О да, я думаю, да, я думаю, что пытаюсь вспомнить тебя, я думаю, что вдохновляю многих людей больше думать таким образом, я слышал, как ты говорил об этом в шоу Эндрю Шульца Я думаю, что ты вдохновляешь многих людей думать так, да 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 Помоги всем, прилив поднимает все лодки Да Это хорошо для всех Да И это хорошо также для того вида искусства, который хорош для тебя Это хорошо для твоего поступка, например, когда другие люди убивают его, это хорошо для тебя Ты просто не можешь, ты не можешь так скупо мыслить, как у некоторых людей Или они хотят всего этого для себя Ты не можешь, это нехорошо Кое-что из этого, это, я думаю, особенно для некоторых людей, которые никогда ни из чего не исходили, это очень Это может быть страшно? Да Да, это может быть страшно Это может быть страшно, потому что у них никогда ничего не было Так что это похоже на то, что это пройдет. Похоже, у меня наверняка были подобные моменты в моей жизни. Да. Когда я просто думал, о да, ты думаешь, это пройдет. Да, особенно хорошо, когда ты еще не совсем утвердился, ты только начинаешь добиваться небольшого успеха. Да. Да. Так и было. Тебе не кажется, что с тех пор, как ты стал большей знаменитостью, изменилось ли это в подкастинге? Потому что как будто тебя начали подхватывать все планшеты, а нас подхватили за то, что ты читал это чертово-пользовательское соглашение. Да. Это похоже на то, на что похоже такое давление? Это похоже на то, как будто ты просыпаешься утром и спрашиваешь, на что это похоже, что сегодня будет в этой коробке? Я неправильно прочитал. Нет, я просто продолжаю идти. Я просто продолжаю делать это так же, как всегда делал это вот так. Да, садись, хорошо, проведи время, поговори, поговори о какой-нибудь ерунде. Да. Да, я имею в виду, что это до тех пор, пока ты просто продолжаешь делать это так же, я имею в виду, вот почему это все еще успешно, потому что я делаю это так же. Да, я этого не делаю, я ничего не меняю. У меня бывают лучшие гости. Я узнаю больше людей, которые, возможно, не были заинтересованы в этом раньше, потому что это настолько популярно, что они будут делать это сейчас. Да. И это здорово, ты знаешь, и тогда, возможно, некоторые люди боятся делать это сейчас, потому что они боятся критики. Они боятся разоблачения. Они боятся жара, который исходит от всех этих миллионов глаз, устремленных на тебя. Ты думаешь, что да. Есть люди, которые хотели бы, чтобы у тебя были такие люди. Ты обратился к ним так, как будто они тебе просто кажутся слишком напуганными? Есть определенные люди, которые не чувствуют себя комфортно перед такой большой аудиторией. Да, конечно. Есть несколько человек, с которыми я хотел бы пообщаться, они такие, чувак, я не знаю, смогу ли я с этим справиться. Я буду нервничать, и у меня были люди, которые тоже хотели сделать это в более комфортной обстановке. Они чувствуют себя как аудитория студии, атмосфера студии довольно устрашающая со всеми камерами, такими, как не могли бы мы просто установить это у тебя дома или что-то в этом роде. Как будто они просто начинают пытаться смягчить любое давление, которое будет от того, что вы делаете то, что увидят миллионы людей. Я могу это понять. Это значит, что я никогда так много не разговаривал со своим отцом, а ты добавил все наше время вместе? Нет. Я никогда не тратил так много времени на своего собственного отца. Но подумай о том, сколько смеха у нас было. Да, это правда. Буквально на днях мы смеялись до упаду. И прошлой ночью мы смеялись до упаду прошлой ночью. Да, да. Чертовски весело, чувак. Чертовски весело. Это самое классное. А убить Тони было так здорово. Это шоу лучшее? Это лучшее шоу. Убить Тони — лучшее шоу для комедии, для стендапов, таких как перспективные стендапы. Нет лучшей атмосферы, нет лучше, и это краеугольный камень стендапа в Остине, потому что это такое хорошее шоу. И все, что тебе нужно сделать в течение одной минуты, это просто быть смешным. Вся эта чушь про пробуждение, вся эта добродетель, сигнализирующая о том, что происходит за окном, все это похоже на позирование. У тебя есть одна минута. Тебе лучше подойти с какими-нибудь шутками, подойти с какими-нибудь шутками. Да, или просто подойти. Я думаю, люди посмеялись бы над этим, чувак. Если бы кто-то поднялся туда и сделал второй удар, это зависит от того, где он приземлится. Я не знаю, чувак. Я ударил Берта Крайшера в штаны во время одного из них. А ты? Я стянул с него гребаные штаны. На нем не было нижнего белья. Его задница наполовину свисала, и он встал, и поднял руки вверх, и снял рубашку. И я, блядь, стянул с него штаны прямо вниз. Покажи ему свой член. Да, да, он должен просто стать полным буддистом. Как долго, как долго еще Берта Крэшер будет полностью обнажен? Он что-то сделал на днях с членом, надетым на член носком, который что-то делает. И в этот момент ты просто чертов чувак из девятого железа. Ты понимаешь, о чем я говорю? Он на полпути к гребаной ноготе. Он близок к этому. Все, что у него на штанах, это обвисшие штаны. Чувак, моя сестра одно время употребляла наркотики. Извини, я люблю тебя, детка. Но она, и она потрясающая. Она такая, я так сильно ее люблю. Но она кое-что сделала. Она накурилась с каким-то парнем на свидании, верно? И они так и сделали. Они занялись скалолазанием, что кажется безумием, когда ты под кайфом, и оказались в нудистской колонии. На вершине? Да, или на каком-то маленьком плато. Вау, боже мой. Очень круто представить, как ты падаешь голышом. О, я имею в виду, одежда тебя не защитит. Но ты почувствуешь, что они будут беспокоиться о чем-то, связанном с падением эс. Было бы очень страшно упасть голым, чувак. Скажи, что ты падаешь, верно? Все в порядке. На тебе водолазка. Ты опускаешь голову. Ты засовываешь голову внутрь или нет? Я не думаю, что ты даже думаешь об этом. Да, ты это делаешь. У тебя, наверное, сердечный приступ. Ты не думай об этом, ты думай об этом. Это то, что ты делаешь. Ты лучший мыслитель. Ты же не думаешь, что я бы так поступил? Нет, я бы думал о том, как как-то смягчить падение. Так, на что бы ты приземлился? Ты думаешь, что грудь, скорее всего, первая? У тебя крепкая грудь. Нет, нет, я думаю, ты хотел бы приземлиться на ноги и попытаться рухнуть всем телом и перекатиться, но ты мертв. Есть определенная высота, на которой ты просто мертв. Мой приятель однажды занимался любовью с простой выжившей, а потом она стала лесбиянкой после этого, что немного безумно, но... Он обратил ее. Я думаю, что она никогда, она никогда, она просто, я думаю, она пытается ему помочь. Она с самого начала не была натуралкой? Да, верно. Я думаю, что у них обоих было что-то вроде кайфа, и они просто трахнулись. А как насчет того, чтобы твоя жизнь была такой же? Просто потому, что твоя жизнь такая интересная, чувак. Похоже, что так много людей пытаются, я думаю, подражать Джо Рогану, понимаешь? И я думаю, что они... Правда? Подражают, я думаю, они пытаются подражать... Они слышат здесь так много гостей и людей, которые делают позитивные вещи, не так ли? И поэтому они пытаются подражать этой вселенной? Это хорошо. Да, нет, это здорово. Ты чувствуешь, что тебе когда-нибудь было трудно, например, продолжать быть Джо Роганом? Это когда-нибудь начинало приходить тебе в голову? Это что, безумный вопрос? Нет, это не безумный вопрос, но я так не думаю. Верно. Я просто продолжаю делать то, что делаю. Как будто если бы я остановился завтра, я был бы крут. Мне нравится делать все. Мне нравится сниматься в комедиях. Мне нравится делать подкасты. Мне нравится выступать в UFC, но если бы я перестал делать все это завтра, я бы нашел себе другое занятие. Да, мне нравится это делать. Да, мне нравится это делать. Я бы, наверное, просто больше увлекся стрельбой из лука и игрой в бильярд. А может быть, снова начал бы рисовать или что-то в этом роде. Я имею в виду, что мне не нужно делать то, что я делаю. Мне нужно что-то делать. Правильно. Я бы, наверное, просто хотел больше времени уделять джиу-джитсу. Правда? Да, я занимаюсь просто другими вещами. Да. Да, это интересно. Мне кажется, я вижу это в тебе, потому что ты упомянул стрельбу из лука. Извини, где эта кнопка, Джо? Вот так, приятель. О нет, кнопка, если я его достану. Там есть кнопка от кашля. Это красная кнопка прямо там. Да. Иди вот там. Да, здорово, правда? Классный мужик. Это не значит, что мы профессионалы в этом деле. Да. Иногда, когда я пью эти киллклифы, у меня появляется небольшой флеме. Я разговаривал с человеком, который руководит этой компанией, действительно классным парнем. О да, он лучший Джон, кричи Джону. Да, это дерьмовый мужик. Я люблю это, это такой вкус, этот Игнайт, это хорошо, у Игнайт тот же вкус, что и у Си Би Ди, но этот ананасовый хлопене был моей идеей. Это весь мой напиток. Вот почему там все испачкано моим лицом. Пылающий Джо. Дай мне попасть в этого ублюдка. Залезай туда, сынок. Вот что это такое. Это нам пришла в голову эта идея, мы разговаривали, и мы говорили о том, чтобы придумать особый вкус, и я сказал, ты знаешь, что было бы с ананасом хлопене, и он сказал, о, мне это нравится, и поэтому мы перепробовали, я думаю, семь или восемь разных версий, пока не пришли к этому, но этот просто прибивает гвозди. Как ты думаешь, в нем есть мед? Я в это не верю. Я люблю мед, чувак. Я тоже люблю мед. Чувак, мы часто ходили на автобусную остановку и ускользали в лес за той жимолостью. Помнишь их? А, да. Эти сучки навсегда, чувак. Я люблю медовые соты. Мы просто зачерпываем их вместе с воском и жуем воск, так что ты даже не уверен, стоит ли тебе проглотить его или выплюнуть. О, это просто больше похоже на то, что ты даешь юной леди, только поступающей в старшую школу. Но если ты любишь соты, как будто ты ешь соты, там мед, он вкусный, но тогда ты жуешь этот воск. А, да. И ты такой. Что мне прикажешь делать с этим воском? Да. Но, кстати, из чего сделан этот воск? Ведь это не воск. Например, из чего делается воск, когда пчела делает воск? Это действительно воск? Пчелиный воск? Что это такое? Да, они говорят, пчелиный воск. Джейми, ты не мог бы поднять эту тему, ты не против? Что такое воск? Извини, что я мог тебя спросить. Что такое воск? Я скажу тебе, что это такое. О чем я никогда не думал, например, о свечном воске. Что это такое? Он сделан из масел и всего такого, верно? Ну, это почти как это похоже, потому что оно исчезает, а затем может снова стать твердым. Это довольно мощная субстанция, если подумать. Но пчелиный воск, это не то же самое, что воск для свечей, верно? Я уверен, что у них много общего. Люди тоже используют воск на своих автомобилях, подумай об этом. Это точно не так ли? Да, о да. Ну, это же как синтетика для большинства восков. Воски — это разнообразный класс органических соединений, которые являются липофильными, податливыми твердыми веществами при температуре окружающей среды. Я только что потерял тео. Они включают в себя привет, ты всегда обращаешь внимание на эту сумасшедшую часть. Они включают высшие алканы и липиды, как правило, с температурой плавления выше 40 градусов Цельсия, плавящиеся для получения жидкости с низкой вязкостью. Воски нерастворимы в воде, но растворимы в органических неполярных растворителях. О, вау! Да, потому что это интересно. Если ты возьмешь предмет из воска, я только что расплавил его и налил предмет с водой, он просто снова превратится в воск. Или у тебя будет воск для задницы. Мы выдергиваем эти волосы. О да, я попал туда, детка. Пчелиный воск — это натуральный воск, вырабатываемый медоносными пчелами родапис. Воск образуется в виде чешуек в 8-ю воскопроизводящими железами в брюшных сегментах рабочих пчел, которые выбрасывают его в улей и ливнем. Вау! Я не шокирован, чувак. Пчелы так и есть. Потрясающе. Ты же знаешь, что пчелы тоже умирают. Да. Пчелы умирают от жары. Это из-за жары? Да, они испаряются, у них эякуляция, и все их тело взрывается. Это реально? Расскажи об этом, Джейми. Я, блядь, собираюсь сегодня здесь кое-что сделать. Я сегодня смотрел передачу «Шершние убийцы». Они пытаются переименовать «Шершние убийцы». Во что? Они, наверное, здесь умирают. Посмотри на это. При температуре выше 170 градусов по Фаренгейту, по оценкам, половина самцов медоносных пчел погибнет таким образом в течение шести часов. Бац! Причем более чувствительные особи умрут всего через два-три часа. Заголовок там такой. О, пчелы эякулируют насмерть во время жары. Черт возьми, да, детка? О боже мой, ты храбрый, детка. Я думал, ты просто выдумываешь всякую хрень. Нажми на это. Черт возьми, нет, чувак, это я, извини. Это в Панама-Сити-Бич, Флорида. Пчелки, нажми на эту ссылку. Что случилось? Это Кит Рокс, милый. Вот кто делает это дерьмо. Это точно, если в нем есть сперма. Пчелы эякулируют насмерть во время жары, объяснила вирусная история. Поехали. Хорошо, жми, жми так, чтобы мы услышали, как она играет. Да, она играет. Это просто музыка? Хорошо. Да. Это приводит к тому, что в США почти 35 миллионов человек получают предупреждения или рекомендации о чрезмерной жаре. Однако волна жары в Европе вызывает особую озабоченность из-за отсутствия широко распространенных систем кондиционирования воздуха. Да, самый жаркий день в Великобритании был зафиксирован в Конголезе в Яркшире 19 июля, когда температура достигла 104,5 градусов по Фаренгейту. Волна жары привела к лесным пожарам в Европе, пожары вспыхнули в жилых районах вокруг Лондона, Англия, на окраинах Афин, Греция и Западная Германия. Пусть оно сгорит. Двое пожарных получили ранения во время борьбы с А. Вывихнули лодыжки. Тогда это ложный заголовок. Да, это дерьмовый заголовок. Где пчелы? Этого нет в этом видео. Где пчелы? Они дрочат до смерти. Вот они. Мы не знаем почему. Трут не экулируют, когда у них слишком сильный стресс. А кто этого не делает? Я Маккафи, аспирант лаборатории Майкла Смита Университета Британской Колумбии, сказал Нузвик, что экуляция убивает их, потому что она в основном потрошит их брюшную полость. Это происходит и во время естественного спаривания тоже. Трутневые пчелы всегда умирают после спаривания. О, какой ужасный путь предстоит пройти. Но они все равно это делают. Может быть, это самоубийство. Они не знают ничего лучшего. О да, они не узнают до тех пор, пока не узнают. У них нет книг. Черт возьми. Да. А что, если ты сможешь сделать маленькую книжечку, в которой им все расскажут? Они не умеют читать. Представь, что такое бакалавры, у них по 80 глазных яблок с каждой стороны. Они, наверное, видят дикое дерьмо. Как выглядит реальность для бакалавров? Я не знаю. Ты когда-нибудь видел это? Это, наверное, много звуков и похоже на сонары. Ты когда-нибудь видел, как выглядят глаза пчелы вблизи? О, боже мой. Сделай крупный план глаз пчелы. Подними его повыше. Подними это. Пожалуйста. Посмотри на эту штуку, чувак. Матерь Божья. От нее отрываются волосы. Посмотри на все это по-другому. О, посмотри на это. Простые глаза. У них несколько видов глаз. Это мой простой глаз. Нажми вон на тот справа. Да, давай посмотрим на этот вверх. Справа от твоего курсора, Джейми. Да, вот этот. Посмотри на этого плохого мальчика. Посмотри на глаз. Это дико. Как выглядит реальность для пчелы? У них волосы торчат из гребаных глазных яблок. Волосы используются, я думаю, для обнаружения множества чувств и тому подобного. Так что представь, что они воспринимают своими глазами. Представь, если бы ты мог чувствовать своими глазами. Ты только посмотри, как выглядит эта штука, какое сумасшедшее животное. Просто они маленькие, так что мы просто вроде как привыкли к ним, но это странное гребанное существо, у него такие дикие глаза. Это маленький инопланетянин, верно? Да, это на сто процентов да. Я имею в виду, что это звездный десант. Помнишь этот фильм? Ты не помнишь звездный десант? Нет, мы не видели много космических вещей, когда я был ребенком. Это было, наверное, 20 лет назад? Это было около 20 лет назад? Я бы сказал, наверное, как 99 797, не так ли 97? Правда? О, покажи видео со звездным десантом. Так вот, в чем дело, эти люди приземлились на какой-то планете, а там были гигантские жуки, и им пришлось вступить с ними в войну. Так вот, что такое звездный десант? Вау! Трайстар представляет, это выглядит немного по-походному, ты знаешь, на что это похоже, но эти жуки испортили жизнь этим людям от режиссера Робокопа тотального отзыва. Он бежит. Ну что же, это чертовски веселый фильм. А это Денис Ричардс там. Да, и это было молодо и горячо. У них там тоже была такая штука, где люди могли исцелиться, войдя в такой чан, а робот просто оживлял отсутствующие конечности. О, это уже близко. Нил Патрик Харрис тоже в этом участвует. Да, посмотри на это. Это дикий фильм. Это хороший фильм. Как ты думаешь, они когда-нибудь смогут отправлять людей по электронной почте на новое место? Они смогут писать что-то вроде «Звездных войн» или «Звездного пути типа «Телепортируй меня, Скотти», и тому подобное дерьмо». Может быть, да. Собери тебя, разбери и собери заново. Будут ли разные авиакомпании, как ты себя чувствуешь? Они, скорее всего, потеряют тебя, как теряют багаж. Что ты сделал с моим дядей? Извини, мы теряем тысячу человек каждый год. Но ты хочешь поехать в Канкун или нет? Хорошо. Ты обратил внимание на весь багаж, который сейчас теряется? О, боже, да. Каково увеличение количества потерянного багажа за последний год? Что-то случилось во время пандемии, когда они какое-то время не работали, так что все забыли, как обращаться с багажом. Как ты думаешь, это то, что произошло? Я думаю, что есть аргумент, что есть некомпетентность, а затем есть аргумент, что они есть, они просто неправильно обучили этих людей, есть люди, которые ушли. Я не знаю, в чем заключается реальная история. Я слышал, что многие люди просто пытаются понять, почему у авиакомпаний сейчас такие плохие дела. Да. И что они делают. Ты думаешь, что государственные структуры в целом начинают разваливаться? Похоже на то. Правительство не очень хорошо разбирается во многих вещах, ты знаешь, потому что люди, работающие на правительство. Я имею в виду, сколько у тебя есть вроде как фиксированная сумма денег, которую ты можешь заработать, посмотри на весь этот багаж, который находится в Канаде. Вот почему я тоже слышал это в аэропорту Хитру. Там просто гигантские кучи. Именно так скапливается багаж в аэропортах Канады. О! Иисус Христос. Это техническая проблема в аэропорту Хитру. О, это всего лишь техническая проблема. Я не знаю, почему мы этого не делаем. Удачи в поисках твоей сумки. Мы должны лететь самолетом в Фет-Экс. Я бы хотел, чтобы Фет-Экс летала с людьми. У них это получилось бы лучше. Да, они просто понимают это. Да, похоже, у них всегда получается. Похоже, даже если это произойдет на день позже, что бы это ни было, Фет-Экс всегда получает это там. Я так чувствую. Я уверен, что с Фет-Экс ты теряешь какие-то вещи. Но я не слышал о том, что многое теряется. Но ты слышал о том, что многое теряется из-за этой хуйни. С авиакомпаниями в последнее время. Да, да, даже люди. Я имею в виду людей, которые не являются людьми, не исчезают, но они не добираются туда, куда им нужно. О, да, я слышал о маленьком ребенке, который ехал повидаться со своими родителями, и они отменили второй этап его полета, не поставив в известность его родителей. О! Ведь он просто застрял в аэропорту в 10. И они, вероятно, подпишут с ним контракт на книгу. Прямо сейчас. Да, теперь у него есть подкаст. Застрял в аэропорту. Привет, меня зовут Томми. Я в аэропорту. Я не знаю, где мои родители. У меня даже нет телефона. Чувак, мой приятель познакомился с девушкой во время полета, верно? Весь так и не взлетел. Они заставили его сойти с самолета. Девочка такая, ты можешь пожить у меня. Он идет к ней домой, а это дом ее бабушки. И они спали в одной постели с ее бабушкой. И у них даже не было возможности поцеловаться или что-то в этом роде. Вау, они спали в одной постели с бабушкой. Почему бы тебе не спать на полу? Я в порядке. Ты можешь просто дать мне одеяло? Я буду спать на полу. Да, я бы так и сделал. Но они были другой этнической принадлежности. И поэтому я думаю, что это было похоже на то, что он пытался. Более распространенное явление. Более благородное, да. О, я понимаю. Вот как мы это делаем. Это моя внучка. Она спит, похоже, именно так мы это и делаем здесь. Все спят в одной постели. Но ложится ли он вместе с дочерью, или бабушка спит посередине? Я думаю, его только что зарезали ножом. Я думаю, что он был никакой. Палочки для еды. Твердый, как доска, да. Не двигайся. Не падай духом. О боже, да, почти так сильно. Это звучит как порно, правда? Как будто моя бабушка спит очень крепко. Да, не трать время впустую. Да, я уверен. Все в порядке, просто надень это. Это звучит как порнофильм. Там есть такое порно. Я видел такие порнофильмы где угодно. Не буди кролика или что-то в этом роде. Где парень лежит в постели, а потом входит пачерица и трахает его, пока жена спит. О вау, вау. Ты знаешь, как будто жена притворяется спящей. Порноактеры тоже не очень хорошо играют, так что жена как будто прищуривает закрытые глаза, как будто нет, на самом деле она не спит. А фальшивая пачерица трахается с парнем прямо рядом с ней. Это всегда похоже на непослушные вещи, там много непослушных вещей, например, одна вещь, которая получила большое распространение во время пандемии, была похожа на порно со сводным братом и сводной сестрой, притворяешься ли ты, что это сводный брат или сводная сестра. Потому что люди как бы застряли в домах вместе, ну, а ты, я даже не думал насчет этого. Ты думаешь, что они вели людей трахаться? Я думаю, они как бы извлекали выгоду из фантазии, которые были бы у людей, если бы они застряли в доме со своей семьей. Так что скажем, если твой папа снова женится, как будто тебе 17, и твой папа снова женится на этой новой женщине, и у этой женщины есть 18-летняя дочь. И ты застрял в этом доме с этой девушкой, которая теперь твоя сестра, но на самом деле она тебе не сестра. У меня такое чувство, что я отвезу ее в школу, а не такие, школа закрыта, как будто мы собираемся проехать мимо и проверить. А теперь слово от нашего спонсора «Лучше помогите». Я хочу знать, насколько хорошо ты заботился бы о своей машине, если бы тебе пришлось содержать ее всю свою жизнь. Ты бы отполировал ее, ты бы настроил ее, ты бы покрыл ее глазурью, блеском, воском. Держу пари, ты бы так и сделал. Вот как работают мозги. Мы должны сохранить их надолго. Так почему бы нам не позаботиться о них получше? То, как мы заботимся о своем разуме, влияет на то, как мы воспринимаем жизнь. И лучшая помощь онлайн-терапия может помочь тебе позаботиться о своем мозге. Лучшая помощь — это онлайн-терапия, которая предлагает сеансы терапии только по видео, телефону и даже в режиме реального времени. Так что тебе не придется никого видеть на камеру, если ты этого не хочешь. Однажды у меня были проблемы. Я куда-то ехал, съехал на обочину, и бац, мне стало лучше помогать себе прямо там, у сертифицированного терапевта. Это более доступно, чем мощная терапия. Ты можешь пройти маскировку у психотерапевта менее чем за 48 часов. Наши слушатели получают 10% скидки на свой первый месяц в betahelp.com.teo. Это лучше, чем help.com.teo. Иногда тебе хочется вырваться, и ты хочешь пересечь океан. Может быть, ты летишь на самолете, может быть, на корабле или еще на чем-нибудь. Может быть, этот злой книгл, вся твоя семья с чертовой пушки. Но когда ты попадаешь на новую землю, ты хочешь иметь возможность говорить на их языке, не так ли? Бабел может помочь. Бабел — это приложение для изучения языков, на которое было продано более 10 миллионов подписок. Благодаря увлекательно-увлекательным и легким урокам языка Бабел. У вас еще есть время выучить новый язык до того, как вы доберетесь до места назначения. С Бабел тебе нужно всего 10 минут, чтобы закончить урок, так что ты можешь начать вести реальные разговоры менее чем за 3 недели. С Бабел ты можешь выбирать из 14 различных языков. Это правильно, включая испанский, французский, итальянский и немецкий. Начни свое новое путешествие по изучению языка сегодня с Бабел прямо сейчас. Сэкономь до 60% от своей подписки, когда перейдешь на babbel.com.teo. Это babbel.com.teo со скидкой до 60% от вашей подписки. Болтовня. Язык на всю жизнь. Люди, как вы думаете, больше людей связаны между собой, чем мы думаем. Что их больше, что иногда именно поэтому люди рождаются с определенными недостатками и тому подобными вещами, такими как синдром Дауна и все такое, потому что синдрома Дауна больше. Потому что все больше людей связаны родственными вузами. Я не знаю, в чем причина этого, но я бы предположил, что если ты занимаешься сексом с людьми, с которыми ты связан, каковы шансы, например, насколько высоки шансы, если ты занимаешься сексом со своим двоюродным братом, по сравнению с тем, насколько высоки шансы, если ты занимаешься сексом с таким твоей сестра, если ты создашь ребенка с уродством. О, я ставлю 40%. Ты можешь поднять этот вопрос, Джеймир? Держу пари, это очень круто. Давай погуглим первого двоюродного брата. Насколько опасно размножаться с твоим первым двоюродным братом? Да, я думал, что просто хотел соблазнить тебя, я развернул это перед тобой, чтобы посмотреть, как ты себя чувствуешь. Похоже, в этих вещах тоже неограниченное количество никотина. Это очень сбивает с толку. Это делает мою жизнь бездонной. Иногда от этого у меня горят губы, и я не чувствую вкуса воды, если пью ее. Хорошо, рождение ребенка от первого двоюродного брата более чем удваивает риск врожденных проблем, таких как пороки сердца и легких, волчья пасть и лишние пальцы, согласно крупнейшему исследованию, когда-либо проведенному в Великобритании. Да, раньше они называли это расщелиной неба, они бы назвали это двоюродной губой, если бы она была у людей. Вероятность того, что их ребенок родится с врожденным дефектом, генетическим синдромом или инвалидностью, составляет от двух до трех процентов. А как же сестры, братья и сестры? Давай угадаем. И часто это случалось, Джо, потому что у людей не было возможности далеко путешествовать. Так что даже если ты прошел, ну знаешь, два ярда или восемь ярдов, ты все равно со временем становился родственником людей, даже если они этого не осознавали. Ну, это одна из проблем, связанных с этим местом, островом Северный Сентинел, островом неконтактных людей, которых всего 39. Да, ты говорил об этом. Я слышал, как ты говорил об этом. О библейском парне. Да, 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 да. Это то место, где их всего 39. Они должны быть родственниками. Что интересного в том, чтобы искать это? Гугл на самом деле не хочет показывать мне то, что я ищу. Это всего лишь вопрос инбридинга животных. Видишь ли это безумие? О, вау. Так что Гугл позволит тебе посмотреть, каково это трахать своего двоюродного брата, но не сходи с ума. Да, я даже специально сказал, что это похоже на кровосмешение между братьями и сестрами, и это просто показ животных вещей. О, вау. Давай сходим в Дагдаг. У тебя будет ребенок. О, генетические риски, связанные с тем, что у двух братьев и сестер будет общий ребенок. Вот и все. Посмотри на это. Давай сделаем это. Ах ты, гребаная всплывающая реклама. Спрашивает любопытный взрослый из Техаса. Это мы? Это мы? Да. Люди из будущего поймали население. Законы об инцесте, похоже, основаны скорее на социальном, чем на генетическом уровне. Но я предполагаю, что есть и биологические последствия. Так каковы же точные генетические риски рождения совместного ребенка у двух братьев и сестер? Давай перейдем к делу. Хорошо, ты, наверное, прав. У двух братьев и сестер, у которых есть общие дети, более высокий риск передачи рецессивного заболевания своим детям хорошо, кто они. Но какое их число? Они не хотят тебе этого говорить. Хорошо, начинаем. Если брат и сестра оба являются носителями или у них есть общий ребенок, то у каждого из их детей будет один шанс из четырех заболеть ОСЕФ. Это муковисцидоз? Да. Получив копию КФТР-болезни от каждого родителя, так что вероятность того, что у этих брата и сестры родится ребенок с заболеванием, составляет один к четырем или один к шестнадцати. Сейчас. Я хочу сказать, не рискуй. Да, я не рискую этим. Чувак, мы привыкли. Они говорили нам, если переставить буквы сестра, как это пишется? Сопротивляйся. Я никогда этого не забывал. Это хорошо, это умно. Да, я подумал, что это было полезно. Это определенно так. У меня возник такой вопрос. Ну, ты знаешь, как гольф, когда начала играть вживую, знаешь, как у них люди уходят из ПГА, потому что пришла эта организация с большими деньгами и платит лучшим игрокам в гольф. Могло ли что-то подобное когда-нибудь случиться с UFC? Как ты себя чувствуешь? Это интересный вопрос. Они пытались сделать это до того, как появился Affliction, и у них был Федор, и у них были Тим Сильвия и Андре Аловски, было много таких именитых бойцов, которые перешли в Affliction. Сражались за них, но они потерпели неудачу после нескольких событий. Трудно делать что-то вроде UFC первого из всех UFC, настолько прочно утвердился, что это было бы все равно, что пытаться создать новую НБА. Похоже, что ты мог бы это сделать, но тебе нужно много денег, к счастью для этого живого гольфа, им управляют саудовцы, и у них, очевидно, есть безумные суммы денег. Но даже в этом случае люди отказались от него, потому что они не хотят ассоциироваться с саудовцами. Но ты думаешь, что так же, как если они начнут видеть, что этот шаблон работает, а мы на самом деле еще не знаем, сработает ли он. Я имею в виду, что они просто... Ты же знаешь, что это только началось. Это действительно зависит от того, сколько денег они на них бросают, и как долго они продолжают это делать. У них так много денег. У них так много денег. Мы даже не можем себе этого представить, как я не думаю, что мы можем себе это представить. Вау, потому что ты говоришь о триллионах долларов. Ты говоришь о нефтяных деньгах. Я думаю, что они могли бы просто продолжать в том же духе, если они решат это сделать. У них может быть реальный соперник, но прямо сейчас это первый год, верно, Джейми? Ты же любитель гольфа. Турнир первого и второго курсов завершен. Всего будет восемь турниров. У них осталось, я думаю, еще шесть. А какова там атмосфера для человека, который уделяет внимание гольфу и все такое? Похоже ли это на то? У них нет контракта с телевидением, так что все это транслируется по-другому. И я бы предположил, что это игра, чтобы получить контракт с телевидением. Все еще есть люди, у них просто есть большой диктор, который подошел ко мне. Я думаю, NBC, он работает уже давно, парень 25 с лишним лет. Кто это? Его зовут Дэвид Форити. У него действительно хорошо знакомый голос для Зе. Для гольфа? Для гольфа, да. А теперь к этому прилагается клеймо позора? Неужели эти парни становятся такими? Да, это так. Изгой? Конечно, но они, похоже, не очень-то возражают. Ведь деньги такие большие. Потому что деньги действительно большие, и им не нужно играть в гольф каждую неделю, как им приходилось, так что с га, да, верно. И, например, кто тот парень, который был Филом Миккельсоном, по его имени, самым крупным, которого поджарили за это, я думаю, и, по-видимому, он играет не очень хорошо. Вот и все. Еще одна интересная вещь заключается в том, что они уже получают предоплаченные деньги, так что они этого не делают, это не зависит от производительности. Есть деньги, основанные на результатах, которые могут прийти, если они выиграют. В турнире можно выиграть больше денег, но... Значит, ты думаешь, что стимула меньше? Они получают то, что у них есть. Я читал. Контракт на 4,5 года прямо сейчас. Это то, что есть у большинства этих парней. Разный уровень денег, у некоторых из них шестизначная цифра. Всего шестизначная цифра. Мне жаль. Вдобавок, еще одна. Все в порядке, чувак. Я тоже нервничаю. Сотни миллионов долларов. Сотни миллионов? Для некоторых людей, да. Так что для них они чувствуют себя так, словно, черт возьми, это мой билет на выход. Я мог бы уйти на пенсию. Да. Так что к черту все это. К черту всю эту стигматизацию. Да. И аргумент против этого на самом деле заключается в том, что они не собираются традиционно играть за то, за что все играли на протяжении своей карьеры, как я. На большие турниры, к которым все привыкли. Но прямо сейчас у них нет контракта на телевидение. Верно. Это только на YouTube и их веб-сайте. Но, чувак, YouTube такой большой. Да. Но что касается гольфа. Я чувствую себя так же, как и многие люди. В этом что-то есть. У меня такое чувство, что я вижу, как мой учим смотрит это по телевизору. Знаешь, сегодня воскресный день. Это телевизионная штука. В этом есть традиция, которая, как мне кажется, действительно вплетена в гольф. Может быть. Я недостаточно разбираюсь в гольфе. Да, я имею в виду и то, и другое. Но отвечая на твой вопрос, да, кто-нибудь мог бы прийти и сделать что-то подобное? Это возможно. Тебе пришлось бы потратить кучу денег. И ты бы это сделал. Тебе пришлось бы нанимать парней, у которых закончился контракт, верно? Тебе придется, да. Тебе придется найти парней, у которых закончился контракт, или парней, которые находятся на подъеме. Ты знаешь, что это похоже на то, что ты вот-вот ворвешься в UFC и получишь их раньше, чем они ты знаешь, потому что есть много действительно талантливых парней, которые появляются. Да, есть компания под названием One FC, которая базируется в Азии, и они устраивают несколько гребанных убийственных шоу, и я смотрел некоторых их бойцов и некоторые их бои. И чувак, эти ребята убийцы мирового класса. Они действительно хороши, они легко могли бы драться в UFC, многие из них, а затем многие парни из UFC, такие как Могучий Маус и Эдди Альварес. Довольно много парней перешли туда, и они сейчас соревнуются в одном клубе, так что это похоже на жизнеспособную альтернативу для некоторых людей, которые мальчик. Я больше не хочу выступать в UFC, или может быть у них есть более выгодная сделка для One FC. Но это не соответствует общественному духу времени, как UFC, когда ты говоришь людям, типа, о, я смотрел One FC. Они такие, что это, черт возьми, такое? Да, они думают, что с тобой что-то не так. Верно, но ты говоришь, что UFC, это как UTIPS, ты знаешь, как будто все знают, что это значит. Да. Да, это НБА. Все знают НБА. Все знают НФЛ. Да. Все знают UFC. Бренд просто да, бренд сильный. Я думаю, что это было у UFC. Тот факт, что он выступал, появлялся каждые несколько недель во время пандемии, был невероятен. Да. Это привлекло так много людей. Я чувствую, что это должно было привлечь так много поклонников. Именно тогда я подумал, о, это я, это мой любимый вид спорта. Я не осознавал этого, но примерно через месяц я подумал, о, вау, это мой любимый вид спорта. Ну, как только это началось, как только они начали проводить эти мероприятия, когда все остальное было закрыто, это открыло глаза многим людям на то, что может быть возможно. Я не осознавал этого, но примерно через месяц я подумал, о, вау, это мой любимый вид спорта, мальчик. А затем НБА начала проводить мероприятия. И все эти другие спортивные организации начали проводить мероприятия без зрителей. Да. Разве у них не было бейсбольных матчей без зрителей? Да, я думаю, что Доджерс выиграли мировую серию без зрителей. Но помни, у них было такое ощущение, что Броуди был на трибунах. У них были фальшивые вырезы людей на сиденьях. Правильно, правильно, правильно. Да, и это странно. Просто пустые места, чувак. Не лги мне. Я знаю, что ты мне лжешь. Ты так долго работал в UFC, ты чувствуешь то же самое. И я наблюдал за твоим темпом там. Я помню, как мы с тобой выступали в Атланте, а потом мы поехали на шоу накануне вечером, а потом мы. Я сидел позади тебя и так похож на тебя. Вы, ребята, комментируете, а затем вы поднимаетесь прямо на ринг, возвращаетесь обратно и снова комментируете. Это было похоже на наблюдение. Просто казалось, что это много. Как будто это много. Как будто для этого нужно иметь реальный темп. Это настоящая работа. Да. У тебя обязательно должна быть энергия. Это снесло мне крышу. Да, это похоже на то, что ты занимаешься этим шесть часов. Я сижу шесть часов и стараюсь не мочиться, и мне повезло, что у меня есть хороший опыт ведения подкаста, потому что я привык держать мочу в течение трех часов, но это мой предел. Поэтому мне всегда приходится мочиться хотя бы раз или два. Оседлай эту сумку, детка. Ты же знаешь, мне нравится кататься на этой сумке. Это трудно, хотя иногда мне нравится, что я иногда пью чудовищные энергетические напитки, которые похожи на магниты для мочи. Да, да. Они вкусные, но от них хочется пописать. Я думаю, ты тоже хочешь побить свою жену-чувак. Я видел много парней, пьющих монстра, которым ты знаешь, что они идут домой, чтобы ударить. Я не знаю, является ли монстр причиной этого. Я думаю, что, вероятно, есть и другие факторы. Я скажу вот что. Это любимый напиток некоторых из этих джентльменов. Я так и скажу. Я думал, это рок-звезды. Может быть, так оно и было раньше. Ты думаешь, что всегда будешь там работать? Ты когда-нибудь был там? Ты делал это уже давно. Как ты думаешь? Я думаю, ничто не может быть вечно, но ты думаешь, что всегда будешь комментировать для UFC. Мне это нравится, я наслаждаюсь спортом, но мне тоже нравится смотреть. Ты знаешь, когда дело дошло до Остина, это был первый раз за 20 лет, когда я сидел в зале и смотрел это. Это было здорово. Я наслаждался всем этим дерьмом, просто никакой ответственности, просто возможность наблюдать. Я хочу пойти на другие из них, которые мне не понравятся в центре Айпекс. Это здорово. О, в Вегасе? Да, потому что это маленькая арена, маленький восьмиугольник, и ты знаешь, что ты прямо там парень, прямо там, где происходят действия. Когда ты начинал, ты чувствовал себя так, будто у вас была такая сильная команда комментаторов? Я имею в виду, что теперь это похоже на то, что есть. Сейчас она сильнее, чем когда-либо. Да, сейчас она сильнее, чем Джон Аннок, гребаный мужик. Он классный, а Дэниел Кармье гребаный мужик, и ты знаешь, когда я делаю это с Домиником Крузом или с кем-нибудь еще, кого ты знаешь. Я понимаю, Пол Филдер, это охуенно здорово. Это потрясающе. Это прекрасная работа, и я люблю округ Колумбия. Например, когда мы с округом Колумбии тусуемся и веселимся, это похоже на то, что он такой отличный парень. И он так много знает о спорте, вы знаете, чемпион мира в двух дивизионах, и великий борец, и просто чувак, который любит веселиться. Как будто мы много смеемся, и это отличная работа, чувак. Мне это нравится. Я с нетерпением жду этого каждый раз, когда с нетерпением жду этих выходных. Я выступаю в эти выходные в Далласе. Я в восторге. О, здорово. Я не знаю, кто там сражается. Это Аманда Нуньес против Джулианы Пена. Чувак, я был на первом поединке. Да, кто знает, что происходит в этом ремейке. А Холли Берри была там на первом поединке, не так ли? Да, да, да. Да, это была большая фанатка Келли Берри. Она все время там. Да, это был спорт. Да, Джаред Лето был там. Он классный. Он тоже всегда там. Да. Да, ему это нравится. Это всегда здорово, чувак. Ты знаешь, что он теперь большой поклонник этого? Марк Цукерберг. Он большой поклонник этого. Правда? Да, да, ему это нравится. Он просто супер пристрастился к этому. Он сейчас тренируется. Он занимается джиу-джитсу. О, вау. Да. Молодец. Они должны заставить его драться с другими владельцами вещей. Как ты думаешь, с кем бы он стал драться? Безос? Безос немного старше. Это жестоко заставлять его драться. Он может облажаться с Безосом. Против кого он мог бы выступить? Кто-нибудь такой? Я поставил все свои деньги на Элро. Ты учишь Илона боевым искусствам. Да, он нашел бы способ облажаться с тобой. Да, он рыбак. У него только что родилось 9 детей за месяц. Я слышал в Твиттере. Насколько это, черт возьми, эффективно? Я думаю, он делает это с помощью экстракорпорального оплодотворения. Я уверен. Он дрочит в трубку Фетекс и отправляет ее этим дамам по почте. Я думал об этом. Я думал о том, чтобы завести ребенка с помощью машины или чего-то в этом роде. Ты думаешь, это правильный способ сделать это? Я думаю, потому что я думал о том, чтобы завести ребенка с моим другом. Парень или девочка? Женщина? Хорошо. Черт возьми, братан. Я просто хочу, чтобы ты знал, что ты можешь, а чего не можешь. Да, погугли, каков процент парней, которые могут забеременеть? Ты сейчас запутаешься. Сколько мужчин могут забеременеть? Все они. Они скажут все. Да, сегодня. Ты знаешь, никто не знает, что сказать. Но я думаю, что эти мужчины пытаются соблазнить женщину. Эти мужчины пытаются обмануть других мужчин, чтобы они все время врывались в них. Я думаю, мы говорим о трансгендерах. Вот о чем они говорят. О, я вижу, куда они помещают яичники мужчине. Нет, нет, нет. Как биологическая женщина становится мужчиной для мужчин. А, да. Да, поэтому, когда они спросили, могут ли мужчины забеременеть, люди сказали да. А ты такой, хорошо, я хочу уйти. Я хочу покинуть этот самолет. Я не могу вынести твою гребаную сбивающую с толку реальность. Но ты когда-нибудь думал, что у матери природы есть план, более масштабный план, по которому в конце концов все закончится тем, что мы будем похожи на транс, как у Бена Симмонса? Как все, как скрещенные. Ты же знаешь, какой Бен Симмонс, Бен Симмонс, как миг. Он чернокожий. Я думаю, что он черно-белый, верно? Он играл в лгу. Он отличный баскетболист. Какое это имеет отношение к его сексуальности? Но он... Ты понимаешь, о чем я говорю? Он бежевого цвета. Ты понимаешь, о чем я говорю? Это кончается? Поехали. Какого хрена? Он, наверное, такой. Какого хрена, чувак? Я же мужчина. Оставь меня в покое, сука. Но если он наденет парик... Нет. Если он наденет парик и побреется, я просто... С этими гребанными руками и кистями? Да. Этот парень тебя обманул? И ты этого хочешь? Да, ты хочешь, чтобы тебя обманули. Ты пытаешься быть обманутым. Ты вроде как обманул меня. Обманул меня, Бен Симмонс. Это чертовски мужественный мужчина. Размер его гребаных рук. Вернись к этой фотографии. Братан, этот парень облажался. Если ты думаешь, что это женщина, может быть, сейчас это так и есть. Я не знаю. Я не хочу ранить чьи-то чувства. Нет, 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 нет. Ему 6 футов 11 дюймов? Он гигант. Вперед, тигры. Вот тигр из лгу. Но я хочу сказать вот что. О чем ты говоришь? Вот что я хочу сказать, чувак. Я не могу поверить, что вы, ребята, не можете меня понять. Я действительно понимаю, о чем ты говоришь. Я просто валяю дурака. Окей, окей. Я тоже просто валяю дурака. Окей. Давай закончим. Дай мне ударить по этой штуке еще раз. Я просто говорю, что если мы кого-то посылаем... Скажи, что если транс-сообщество собирается послать кого-то, чтобы, блядь, поручиться за них, им нужно послать гребаного воина. Они не могут его отправить. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Хорошо. Я думал, что знаю, о чем ты говоришь. Я переключился на новую идею. Хорошо. Я хотел сказать, как ты думаешь, у всех нас одинаковый цвет кожи и в какой-то ситуации транссексуального типа? Я думаю, очень возможно, что мы все станем бесполыми. Да, я действительно думаю, что это возможно. Да, я думаю, что это может быть то, что происходит с микропластиком или изменением гормональной системы людей. Я не знаю, знаешь ли ты обо всем этом. Ты знаешь обо всем этом? Ты же знаешь, что я об этом не знаю. Я все же ценю это. Есть книга, которая называется «Обратный отчет». Это мило с твоей стороны. От женщины, ее зовут доктор Шанна Свон, и она пришла на подкаст и объяснила, что в пластмассах и некоторых удобрениях есть определенные химические вещества, которые разрушают эндокринную систему человеческого организма. И это приводит к тому, что пенисы людей сжимаются, яйца уменьшаются, количество сперматозоидов снижается, и один из них способы, которыми они узнают об этом. Это размер человеческих пороков. О, вау, да, у самцов млекопитающих заражение на 50-100% больше, чем у самок млекопитающих. Так что, например, когда они берут песчанку, они могут быстро определить, мальчик это или девочка, по размеру заражения. И когда введение вталатов начинается с мальчик, я думаю, это то, как ты пишешь. Ты говоришь, что вталаты и вталаты – это тип химических веществ, которые разрушают организм человека. И из-за использования продуктов нефтехимии увеличение количества вталатов в организме человека в результате загрязнения привело к уменьшению порчи у людей. Уменьшению яичек, уменьшению членов, снижению количества сперматозоидов, увеличению числа выкидышей мальчик, если ты думаешь об этом подобным образом. Это похоже на то, что гендер просто сжимается, и становится более двусмысленным, и в будущем, если это будет продолжаться, что это значит? Например, что мы становимся бесполыми, и что тогда нам делать, чтобы попытаться сохранить человеческую расу живой? Ну, мы можем, мы можем вернуться к генной инженерии как к какому-то генетическому, как вы знаете, медицинскому технологическому вмешательству. Так что мы размножаемся, как бы сращивая гены. Значит, у нас достаточно самцов и достаточно самок. Да, и это всегда было безумием, хотя это звучит безумно, мы говорим об этом сейчас на протяжении десятилетий, люди, похищенные инопланетянами. Всегда говорили, что инопланетяне проводят эксперименты и создают гибриды с людьми, потому что их генетический материал устарел, потому что они размножаются, или скорее размножение происходит с помощью генетических манипуляций, а не с помощью секса, потому что у них больше нет половых сношений. Значит, им нужны наши яйцеклетки и спермы? Да, им нужно все это. Им нужен наш материал. Но поскольку у них этого больше нет, возможно, именно поэтому все биологические существа, которые развивают технологии, а в нашем случае технологии, включают в себя много пластика. Чем больше технологий, тем больше пластика. Чем больше пластика в телах, тем больше тело становится бесполыми. Вау. Дико. А поскольку в нашей воде есть пластик, в виде маленьких молекул и все такое, влияет ли это на нас тоже, как ты думаешь? Да, определенно влияет. Да, мы нашли статистику, которая немного вводит в заблуждение. Но статистика такова, что каждую неделю среднестатистический человек потребляет кусок пластика размером с кредитную карту через Майкла Пластикса Иисуса. Да, это много. Но потом Джейми узнал, что способ, которым они это рассчитывают, похож на наихудший сценарий, как у какого-нибудь чувака, которому действительно нравится, сам знаешь, кто сосет из бутылки. Это очень похоже на лизание бутылки. Да. Да, это очень похоже на жевание вибраторов или жевание, да, жевание, как у той собаки, которую мы видели на днях. Да. Так что дай мне подумать. У меня есть к тебе еще пара вопросов. Все в порядке? Да, пожалуйста. Хорошо, круто. Становишься похожим на знаменитость в Америке, не так ли? Я знаю, ты, может быть, не думаешь о себе таким образом, верно? Но ты становишься по-настоящему популярным. Трудно ли удержаться от того, чтобы это не повлияло на твою семью и детей, и все такое? Бывает ли это когда-нибудь страшно и все такое? Это определенно повлияет на всех вокруг тебя, ты знаешь. И это влияет на людей странным образом, когда люди, например, связываются с членами семьи и просят о вещах, которые ты знаешь, что странно. И это не то, что ты знаешь, как хотят встретиться, как у меня были люди, которые связывались с членами моей семьи, чтобы попросить меня представить их людей, которых я даже не знаю. Как будто есть какая-то сеть знаменитостей, частью которой ты становишься, ты получаешь открытку типа «Эй, чувак, у тебя 15 миллионов подписчиков в Инстаграм». Вот твоя открытка. Просто обзвони всех по списку, и да, ты знаешь, что мог бы свести своего друга с Марки Марком. Да, это странно, и становится страшно, когда дети спрашивают «Знаешь, это вообще страшно?» Как будто все это страшно. Да, это страшно. Это странно, знаешь, когда так много людей, как я, обращаются ко мне со словами, что у них есть чипы в мозгу, и я говорю с ними о чипе в их мозгу. Не один, а несколько человек. Я видел такую женщину, которая приходила на мои концерты в Техасе. Чувак. Ее чип все время говорил ей трахнуть меня, чувак. Это самое сумасшедшее. Она слушала? Я бы так и сделал. Нет, я дослал ее прочь, как я уже много раз говорил. Она была горячей? Она тоже была горячей. Черт возьми, почему ты сказал нет? Ведь я просто подумал, что это похоже на мошенничество или что-то в этом роде. Я подумал, что это какая-то подстава или что-то в этом роде. Как будто я просто испугался, потому что страшно, когда кто-то тебе это говорит. Ты тоже должен об этом подумать. Представь, что ты парень и тебя беспокоит, что каждая встречная девушка пытается тебя подставить. Понимаешь? Как будто ты чувак типа олигарха, и каждая женщина, которую ты встречаешь, может быть наемной убийцей. Или это может быть кто-то, кто пытается получить информацию с помощью какого-нибудь русского шпиона, который пытается записать, как ты трахаешься. О, даже если я кончу, чувак, не знаешь, я не знаю, знаешь ли ты, у меня все хорошо, но я выйду из комнаты задом наперед, если ты заметишь, чтобы убедиться. Что ты знаешь, как это помогает? Просто чтобы я мог посмотреть, использует ли кто-нибудь какие-нибудь семена, если есть какой-нибудь рассыпчатый хлеб. Разве Дрейк не наливает острый соус в свои презервативы? Это реально? Да, эта история наверняка распространилась несколько месяцев назад. Значит, у него есть что-то вроде маленькой бутылочки табаско у кровати? На всякий случай. Смотри, Дастину Пуарьи нужно усилить свою рекламу. Это все, что я хочу сказать? Это превосходно. У Дастина отличный острый соус. Это очень вкусно. Это вкусно. Это очень вкусно. Похоже на луизианский острый соус на основе уксуса. Это немного остро. Достаточно остро, но в этом нет ничего сумасшедшего. Это вкусно? Это вкусно. Это очень вкусно. Как это называется, как бриллиант? Да, мне нужно знать этого человека. Мы найдем его, Джим, ты его вытащишь, но это я. Он прислал мне футляр с ним. Это чертовски вкусно. Это хорошо. Да. Я тоже криминальный авторитет. Я даже не собираюсь просить его о большем. Я собираюсь купить это сам. Острый соус Пуарье в луизианском стиле. Ты можешь купить его на Амазон и посмотреть, как он, чувак, развлекается с ним. Да, вот оно. Так забавно. Это тоже вкусно. Когда кто-то готовит что-то подобное, это хорошо, я ценю. Это настоящий острый соус. У Дастина действительно хороший острый соус. Да, хорошая штука. Он тоже хороший чувак. Он мне очень нравится. Да, Дастин классный парень. Он тоже очень, очень забавный. Он веселый чувак. С ним весело тусоваться. И он тоже любит готовить. Ты думаешь, что бой с Нейтем Диасом, это просто как ты думаешь, ему будет не все равно? Неужели для него невозможно не заботиться об этом против? Хамзат Чимаев? Да. Он должен заботиться об этом. Хамзат гребаный убийца. Хамзат ужасный человек. Он ужасен. Он действительно хорош. Он действительно хороший и действительно большой. Мне страшно дома. Тебе должно быть страшно. Да, я имею в виду, что так оно и есть. Да, Хамзат убийца. Я имею в виду, когда он попадает в октагон, он стремится уничтожить. Он опасный человек. Ты думаешь, что это просто подставной бой? Потому что я знаю, что он пытается расторгнуть свой контракт. Ты так думаешь или ты так думаешь? Нейт сам напросился на этот бой. О, он это сделал. Вот что это такое. Нейт хотел драться с Фрэнсисом и Гону. А черт, я этого не знал. Нейт настолько хорош, насколько когда-либо был человек. Этот чувак просто дикий. Я имею в виду, что это одна из вещей, которые сказала Дана Уайт. Они как бы спрашивали, почему ты устроил этот бой. Похоже, именно этого боя хотел Нейт. Он идет к стати, Нейт попросил Фрэнсиса и Гону. Черт возьми, это было бы здорово. Нет. Да, ты прав. Нет. Но ты знаешь, что в этом было бы что-то захватывающее. Да, убийство. Да, что-то захватывающее, когда Фрэнсис Мганну, прирожденный 270-килмовый мужчина, который бьет сильнее, чем любое человеческое существо, когда-либо записанное, самый сильный удар, когда-либо записанный, ну, Фрэнсис ужасен. Я думаю, Нейт мог бы справиться с ним, чувак, я думаю. Ты так думаешь? Я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю. Нейт просто никогда не кончается, братан. Он не может. Я надеюсь, ты никогда не станешь букмекером. Да, это правда. Я тоже на это надеюсь. Есть определенные вещи, которые ты просто не можешь. Есть определенные физические качества и преимущества, которые ты не можешь преодолеть. Это не значит, что Нейт не потрясающий боец. Нейт потрясающий боец и был им уже долгое время. Я имею в виду, что ты можешь вернуться далеко назад. Нейт подчинялся и побеждал людей в течение гребаного долгого времени. Он крутой ублюдок. Да, но Фрэнсис не ушел. Это было грандиозно. Он просто грандиозен. Фрэнсис просто грандиозен. Как ты думаешь, почему гигантские люди приезжают из Африки и все такое? Ну, я имею в виду, что гигантские люди родом из Исландии, гигантские люди родом из районов, где гигантские люди встречались и размножались, ты знаешь, и отец Фрэнсиса был огромным. И я не знаю, насколько большой была его мать, но ты знаешь, что в мире много гигантских людей, и когда они находят других гигантских людей, трахаются. Они становятся большими людьми. Чувак, они должны это сделать. Это были бы единственные фанаты прямо там, гигантские люди, блять. Да, большие, гигантские люди, блять. Да. Бьюсь об заклад, если ты, да, бьюсь об заклад, людям бы понравилось, если бы это были только фанаты, где ты встречался только с другими великанами и трахался, я бы посмотрел это. А затем маленький человек в комнате смотрел. Ты вообще ходишь на Анлифанс? Нет, я вошел в систему однажды ночью, а потом вышел из системы. Ты знаешь, я стараюсь держаться подальше от мастурбации, держаться подальше от прикосновения к собственной писечке. Правда? Да, мне не нужно этого делать. У меня все круто. Я чувствую себя лучше, когда я этого не делаю. Это мастурбация или порнография? Да, от порнографии. Я думаю, лучше держаться подальше. Мы уже говорили об этом раньше, потому что я думал именно об этом, а ты сказал, что это весело, просто люди злоупотребляют этим. Так что я думаю так. Мне просто не нравится, когда эти мысли приходят мне в голову. Это заставляет меня думать слишком много о сексуальной стороне, недостаточно о связи. Правильно, правильно. Это критика номер один в адрес людей, которые смотрят порнографию, заключается в том, что это да, это заставляет тебя думать сексуально, а не романтично. Да, если я хочу иметь семью и все такое, у меня должно быть больше, знаете ли, настоящих внутренних мыслей о романтической связи. Я должен быть в состоянии контролировать свой, не контролировать свой собственный мозг, но позволить своей природе проявиться таким образом. Не думай так, как будто я хочу воссоздать какое-то дерьмо, которое я видел в фильме. Верно. Верно. Или да, я даже не думаю, я даже не буду так думать. Ну как твое подсознание, просто держись, оно запоминает материал, ты знаешь, это как бы мелькает там, просто как бы слоняется вокруг твоего мозга и немного член. Сколько девушек сейчас начали зарабатывать на жизнь только за счет фанатов, у которых просто обычно была бы работа, и им никогда не платили бы столько же денег. Ну, это одна из причин, по которой мы не видим так много горячих цыпочек, работающих в Чипотал. Я думаю, это то, в чем дело. Я должен был пойти только к фанатам? Я думаю, это произойдет, это определенно. Но как они получают аудиторию? Например, просто потому, что ты горячий, и ты показываешь свою задницу? Они наживаются через свой Инстаграм, да. Чувак, ты знаешь, что нет двух одинаковых задниц? Это правда? Я уверен, это как отпечаток пальца. Это безумие. Отныне мы будем использовать это, чтобы попасть в банк. Это похоже на сканирование сетчатки глаза. Вот как ты попадаешь в дом Дэна Белзеряна. Если ты действительно подумаешь о том, сколько девушек зарабатывают огромные суммы денег на OnlyFans. О, это сбивает с толку. Но ты тоже так думаешь, Джон. Вау-Онли-Фанс — это более одного миллиона создателей. Давай представим, что в 2019 году этот показатель по всему миру вырос с 70. Итак, все эти люди вскочили на борт во время пандемии. В этом есть смысл. Это то, о чем я начинаю беспокоиться. Это будет похоже на любую, как это называется, экономику концертов? Нет. Что это такое? Хорошо. Нет, экономика концертов — это как Юба, верно? Что ты думаешь, OnlyFans? Это считается? Это точно? Да. Ты мог бы получить работу. Они снимают видео для конкретного человека. То же самое. Окей. Ты думаешь, это камео? Я смотрел другие камеи Ника Нолти. Этого у меня не было, да. Он такой. О, привет, корица и усы. Папа любит тебя. Да, я должен это найти. Ник Нолти снимается в камео? Как тебе это? Это странно? О, нет, Гэри. Кто тот другой парень, который похож на Ника Нолти? Гэри Бьюзи? Гэри Бьюзи. Окей, в этом есть смысл. Да, они выглядят совсем по-другому. Он такой. Эй, корица и бакенбарды. Да, это мой дом. Гэри Бьюзи был великим актером, который попал в ужасную аварию на мотоцикле без шлема. Да, хорошо. Сыграй что-нибудь из этого. Дай мне одну прямо здесь. У меня есть моя гитара, мой голос, мои мысли. Моя любовь, которую я могу послать тебе в камео, сколько бы ты не захотел. Просто пришли мне то, что ты хочешь, чтобы я тебе сказал. И я скажу тебе лучше, чем ты можешь почувствовать. Боб, боб, боб. Вот и все. Камео — это кайф. Мне это нравится. Разве тебе от этого не хорошо? Тебе было хорошо, когда он это делал? Нет. Нет, это навело меня на мысль, что тебе следует надеть шлем. О, ты думаешь, люди пользуются им в своих интересах? Нет, это то, что с ним случилось. Он попал в аварию на мотоцикле без шлема, когда в Лос-Анджелесе не было закона о шлемах, и он разбился на своем мотоцикле и отскочил своей гребанной головой от двордюра, да, и получил серьезное повреждение мозга, забавно, что он смог это исправить, я хочу сказать, что это было примерно в начале 2000-х. Он у него было серьезное заболевание, вот почему один его глаз выглядит не так, как другой. Да, он переделал его, его гребанный череп был раздроблен, да, в 1988 году, актер, которому тогда было 44 года, только что забрал свой Харли Дэвидсон из магазина, когда он пытался маневрировать вокруг автобуса и случайно повернул слишком сильно, начал занос и ударил по заднему тормозу, в результате чего он перелетел через лобовое стекло, и мальчик, приземляйся прямо на его голову без шлема. О да, так вот тогда-то все и пошло наперекосяк. А его волосы все еще хорошо выглядят, и это безумие. У него отличные волосы. У него отличные волосы, чтобы скрыть тот шрам, где им пришлось снова шивать его голову, я думаю. Это невероятно. Нехорошо, да. Ну, это мой вопрос. Тогда, как ты думаешь, дойдет ли дело до того, что мы начнем терять работу, не так ли? А рабочих мест становится все меньше, и все больше людей становится просто фанатами, не так ли? У тебя там, по сути, будут цыпочки, похожие буквально на людей, женщин, держащих друг друга под прицелом, типа подпишись на мои киски и тому подобное. Ты понимаешь, о чем я говорю? Типа того. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Помоги. Джейми, ты можешь оказать какую-нибудь помощь? Окажи какую-нибудь помощь. Мне нужна помощь, чувак. Или как будто у меня всегда есть видение двух водителей Юба, типа ты будешь моим... Я твой, ты моя машина. Ты понимаешь, о чем я говорю? Ты мне нравишься, как будто это похоже на людей, как будто все это просто цифровое. Все это онлайн. И это похоже на то, что людям просто нравится. Подпишитесь на меня прямо сейчас. Буквально под дулом пистолета, как будто вот так плохо будет. Я не думаю, что это произойдет, но я думаю, что будет много людей, которые делают это, чтобы заработать на жизнь. Проблема в том, откуда берутся деньги. Неужели подписчики будут платить другим подписчикам? Это будет похоже на иерархию, например, кто-то, кто зарабатывает около миллиона долларов в месяц, платит тому, кто зарабатывает 100 долларов ноль в месяц. Кто платит тому, кто зарабатывает 10 долларов ноль в месяц? Это будет финансовая пирамида для киски? Да, да. Я не хочу покупать где-нибудь фальшивую киску и выставлять ее на всеобщее обозрение. Я не думаю, что этого достаточно. Я думаю, к ней должно быть прикреплено все тело. Например, что делают большинство девушек на Анлифанс. Они похожи на фотографии в бикини. Например, что они делают, показывая ноги. Там есть фотографии в бикини. Я знаю, что есть что-то вроде встреч, где менеджеры компании приглашают их всех вместе в какое-то место, например, на пляж, а затем они трогают друг друга за сиськи. И знаете, собираются вместе, нюхают урожай друг друга, знаете что-то в этом роде, и это привлекает всех взволнован. А потом они становятся еще более похожими. Так оно и есть. То, что делают животные. Как то, что делают животные перед тем, как их хозяин очень быстро оттащит их прочим. Я слышал, что многие из этих девушек, когда они общаются с людьми в интернете, на самом деле не делают этого. Они нанимают компанию, а затем кто-то пишет эти письма. Потому что, например, если вы чувствуете, что собираетесь отвечать людям и отправлять им сообщения, например, сколько из них вы собираетесь делать это тоже? Например, сколько ты можешь, сколько дней. Я имею в виду, сколько у тебя часов в сутках, и если люди не знают, насколько ты отвечаешь или кто это делает, например, если у тебя есть, скажем, миллион подписчиков на Анлифанс, и ты получаешь 100 сообщений в месяц. Да, тебе должен кто-то помогать. Может быть, у них просто есть человек вроде службы, который пишет такие сексуальные вещи, как «Спасибо, милая», «Сердечко», «Поцелуй», «Воздушный поцелуй». Да. Как будто ты такая милая, «Спасибо тебе», и там толстый парень пишет эти вещи. Ты помнишь Мэрилин Мартинес? Ты знал Мэрилин Мартинес? Мэрилин Мартинес была комиком в магазине комедии «Очень забавный», и в свое время она занималась сексом по телефону. Именно так она зарабатывала на жизнь, когда начинала как комик. Она звонила по телефону парням, пока они дрочили, и обсуждала с ними это. Это дико. Да. Да, я думаю, мне просто интересно, дойдет ли дело до того, что у вас будут, знаете ли, люди, которые просто помогают друг другу дрочить, и это будет, вы знаете. Я думаю, что дело дойдет до того, что ты больше не сможешь дрочить, потому что у тебя не будет никаких гениталий. Я думаю, мы все перейдем на нейтральную позицию, как я бы сказал. Инопланетяне. Да, инопланетяне. Мы смотрим на то, как выглядят инопланетяне. На что они похожи? Они похожи на бесполых-бесполых существ с большими гигантскими головами. У них тоже аутизм. Ты так думаешь? Инопланетяне? Да. Я думаю, у них самая высокая, самая острая форма йобли. Болезнь Альцгеймера? Аутизм? Аутизм. Я сказал болезнь Альцгеймера. У них тоже может быть болезнь Альцгеймера, чувак. У них может быть все это. Я имею в виду, что на данный момент они справились с болезнью. Я пытался сказать, как гамбургеры, что у меня болезнь Альцгеймера. У синдрома Аспергера тоже должно быть другое название. Это просто. Гамбургеры с задницей. Это грубо. Это много. Верно. Интересно, похоже ли это на врача. Это был доктор Аспергер, который выяснил, что такое синдром Аспергера. Я не знаю. Попробую угадать. Давай выясним и предположим. Рон Аспергер? Да. Да, наверное, как парень из Сиэтла. Я подумал, что при гангрене Фурнье мы равнялись на их отца, так что мне повезло именно с мистером Фурнье. Да, так что давай выясним, откуда это имя. Ханс Аспергер. Он ударил по этой штуке еще несколько раз. Да, это чувак Ханс Аспергер. Вот оно. О, это Пургер. Аспергер. Аспергер. Я кладу в него мясо. Я кладу в него мясо. Южный парк. Я кладу в него мясо. Я бы с удовольствием был австрийцем. Австрийц? Да, да, они просто кажутся такими чистыми и выглядят как на открытом воздухе. Да, они кажутся такими. Они много ходят пешком. Они достают воду для всех. Да, шорты с маленькими носками. Мельницы с работающими ветряными мельницами. Походные ботинки. Красивые цветы. И, наверное, сумасшедший секс тоже. Я так думаю. Я думаю, австрийские женщины. Правда? Да, и они часто видят их в порно или что-то в этом роде. Я думаю, они действительно хранят это у себя. Они такие, как будто они кажутся мне почти диснеевскими амишами. Диснеевские амиши. Да, немного причудливые. Но в то же время очень похожие на то, чтобы придерживаться старого сценария и сделать что-нибудь вау горячее. Прямо как эта диснеевская принцесса. Да. Да, они все очень похожи на диснеевских принцесс. Черт возьми. Черт возьми, мальчик. Интересно, какой национальности, как известно, самые красивые женщины. Как ты думаешь, существует ли какая-то общепринятая национальность, в которой самые красивые женщины? Я не знаю, но я знаю, что плохо думал о том, что потратил так много времени на дрочку в Америке, когда ты мог бы сделать это на месте. На международном уровне? Да. Как будто это такой маленький мир, как Зе Райт. Чувак, почему у нас с тобой самый гребаный глупый подкаст? О боже мой. У меня только что был отличный подкаст с Ричем из Ричри Билдс. Мы говорили об автомобилях, а потом ты приходишь сюда, и это похоже. Ты начал с него. Я видел, как ты говорил о лошади-лошади. Расскажу тебе о его реакции. Она сильно отличается от твоих. А да, это круто, чувак. Я бы хотел получить что-то другое. Я бы хотел завести какие-нибудь другие хобби и все такое. Например, что? Я не знаю, я думал о том, иногда я думал о том, чтобы, может быть, заняться гольфом. Как будто это одно и то же, как в Нэшвилле. Похоже, что большинство людей просто много пьют и играют в гольф. Поговори с этим чуваком. Он помешан на гольфе. Он Тони Хинчклифф и Рон Уайт. О, Тони создан для этого. Создан для гольфа. Я так думаю. Он просто совершенен. Он очень. Он выглядит почти как старый сумасшедший брат Пиноккио. Ты понимаешь, о чем я говорю? Подними его. Подними тело Тони Хинчклиффа. Подними Тони. Это, наверное, уже в сравнении. Тони Хинчклифф бок о бок рядом с Пиноккио Онлайн. Чувак, это было так весело, чувак. Это интересно. Вы, ребята, определенно хорошо аргументировали свою позицию в пользу Остина. Да. Нам здесь весело, чувак. Да. Ты же должен это увидеть, верно? Да. Насколько дикие эти шоу. Сегодняшний вечер тоже будет диким, сэр. Действительно здорово. Сегодня вечером будет весело. Да, там много хороших комиксов. Много хороших комиксов на сцене. Да, просто почувствовал. Да, как ты и сказал, иметь чувство общности действительно важно. Посмотри на эту маленькую записную книжку. Но посмотри прямо туда, с микрофоном, на ледяной дом. Это почти похоже на то, что его рука выглядит так, словно ее потянули вверх куском шнура. Да, еще раз вправо. Пожалуйста, Джейми прямо там. Да. Да, похоже, его рука свисает с дерева. Наверное. К черту Джепета. Да, он мудак. Да. Я пытаюсь подумать, есть ли еще что-нибудь, о чем я хотел бы тебя спросить, Джо. У меня такое чувство, что мы рассмотрели приличный объем материала. Мы определенно это сделали. Ты собираешься переехать сюда? Думаешь об этом? Я думал об этом. Я думал об этом больше сегодня, и я думал об этом вчера, да. Как ты думаешь, какой процент ты думаешь об этом? Я думал, что 30%, что было удивительно. Я не думал, что буду думать об этом так много. 30%? Я бы сказал, это здорово. Ты здорово в ЛИП, правда? В ЛИП вчера вечером. Куда ты смотришь? Я нашел это довольно дорогим. Я нашел это. Да, чувак, здесь было жестко. Да. Во время пандемии цены сильно выросли. Да, у тебя должно быть все по-настоящему. Да, это так. Да, это довольно дорого, но ничего страшного. У тебя должен быть этот шекель, сынок. Я знаю. Мне нужно прибавить шекель. Я должен прибавить свои шекели, чувак. Нет, ты хорошо зарабатываешь. Да, нет, я так и делаю. Так оно и было. Ты покупал в Нэшвилле? Да. Ты точно мог бы там продать? Да, цена уже подорожала. Здорово. Да, это отличный рынок. Нэшвилл — это еще одно место, похожее на Остин, куда переезжает много людей. Но это как маленький город, не так ли? Да, я бы сказал, что он, наверное, вдвое меньше. Я заметил, что это больше похоже на город. Нэшвилл — это все еще город, но это другая окружающая среда. Я чертовски люблю Нэшвилл. Да. Я люблю туда ездить. Я люблю выступать там. Веселые люди, чувак. Да. Это веселый город. И это также похоже на Остин, город, который ценит искусство, ценит живое исполнение. О да, люди приходят сюда постоянно. Просто здесь меньше комедийных цен. Да, это самое сложное. И вот что я понял, каково это, если бы я мог вставать немного больше. Знаешь, вместо того, чтобы ехать в Лос-Анджелес, чтобы отрабатывать месяц или шесть недель за раз. Ты знаешь, действительно строятся там, так что я думаю об этом здесь. Ты можешь пойти. Я имею в виду, у нас есть Кэпгород только что открылся. У нас есть вулкан. У нас есть ручей в пещере. У нас есть мой клуб, который собирается открыться. И у нас есть куча комнат со спутниковыми каналами. Куча комнат поменьше, которые находятся за пределами этого района. Много открытых микрофонов и разных мест, где люди выступают. И с тех пор, как началась пандемия, она взорвалась. И определенно с тех пор, как Килл Тони переехал сюда. И мы все переехали сюда. И Сигура переехал сюда. И Тим Дилан, и все эти другие люди. Дункан переехал сюда. Я люблю Дункана. Да, он самый лучший. Он такой аккуратный. Он самый лучший. Он действительно особенный. Да. Сделал это. О, есть одна вещь, о которой я хотел тебя спросить. Об этом. О чем ты говорил? Я не знаю. Комедия? Комедия. Трогательно. Трогательно. Зилу. Зилу. Шекели. Да. Вейп-ручки. Нет. Может, нам стоит покончить с этим? Я так думаю. Думаю, у меня есть еще один вопрос. Я пытаюсь придумать, в чем дело. Можно мне уделить всего около 8 секунд? Речь шла о комнатах, количестве комнат и окрестностях. О нет, это хорошо. Я чувствую себя так же, как и я. Ведь я чувствую, что это хорошо. Это похоже на хорошее решение вопроса о том, приду ли я сюда. Ты всегда можешь снять квартиру. О, я собирался попробовать. Да, это все, о чем я думал. Я проведу один месяц в Эрб. Это шаг вперед. Ты понимаешь? Это отличный шаг. Да. Да. О, это мой вопрос. Хорошо. Так что иногда у меня в жизни бывали моменты, когда я слишком много думал о сожалениях и прочем в своей жизни, верно? И мы уже говорили об этом в прошлом. Например, слишком много заглядывать в прошлое, верно? Или привязываться к прошлому? Было ли на твоем пути что-нибудь, о чем ты как бы сожалел? И как же тогда ты справляешься с сожалением? Я имею в виду индивидуальный выбор и ошибки, да. Но в конечном счете ты учишься на них, так что нет, потому что, как и сожаление, плохие поступки — это глупости. Ты учишься не совершать плохих или глупых поступков, ты знаешь, что все эти вещи в некотором роде полезны, если ты можешь пройти через них, ты знаешь, ты знаешь, если бы ты сделал что-то. Что привело к чьей-то смерти или чему-то ужасному в этом роде, да, это было бы ужасным сожалением, но мне очень повезло, что этого не произошло, но глупое дерьмо, которое я совершил, или плохие ошибки, которые я совершил, научили меня, ты знаешь, что ты учишься так, как будто именно поэтому неудача так важна, как неудача. Облажаться и совершать ошибки. Это очень важно. Именно так ты учишься. Давай посмотрим на плохое чувство, которое ты испытываешь от чего-то, чего ты не должен был делать, или хотел бы, чтобы ты не делал, или хотел бы, чтобы ты сделал лучше. Например, особенно потерпел неудачу в чем-то, о чем ты наполовину просил, и ты просто чувствуешь себя гребанным неудачником, как это просто учит тебя. Это учит тебя брать себя в руки. У тебя такая хорошая способность извлекать уроки из этих вещей. Я думаю, что для некоторых людей это просто повторяется. Это опасно. Да, опасно зацикливаться на прошлых ошибках, потому что люди как бы определяют себя по худшим моментам, которые у них когда-либо были. И если это так, как некоторые люди застряли в старшей школе, вы знаете, что они застряли в неудачах, которые у них были, например, когда они впервые устраивались на работу. И они всегда думают, что они неудачники, и им не нравится чувство неудачи, поэтому они занижают ожидания, чтобы им никогда не пришлось чувствовать, что ты должен пройти через это. Ты должен пройти через плохие чувства, ты должен пройти, ты должен пройти через неудачу. Это очень важно, и ты проходишь через это, просто беря себя в руки и двигаясь вперед и вперед. Но это трудно для многих людей, потому что они жалят. Они никогда не справляются с этим чувством неудачи, и у них нет хорошей системы поддержки, такой как хорошие друзья, как наличие мальчик, у тебя много друзей. Это очень, очень важно, потому что ты можешь чувствовать себя подавленным, как если бы ты был девушкой, которая рассталась с тобой, и ты чувствуешь себя худшим, ты гребаный неудачник. Как будто ты кусок дерьма, но потом ты встречаешься со своими друзьями, и у тебя есть несколько мальчик, ты смеешься, и следующее, что ты понимаешь, это то, что ты смеешься. И ты говоришь, со мной все в порядке, с нами все будет в порядке. И тогда, может быть, ты познакомишься с новой леди. Да. Да, и она как бы подхватит тебя на руки, а ты такой, о, у нас все будет хорошо. И тогда ты учишься на последних ошибках. Да. Такова жизнь. Просто эти чувства неудачи так сильны, их так трудно преодолеть, и они переполняют людей, и некоторые люди не могут преодолеть их, а затем каждый раз, когда появляется что-то новое. Когда ты должен быть на высоте, ты должен действовать. Ты думаешь о том времени, когда ты потерпел неудачу, и это задери себе голову, чувак, ты думаешь, что я гребанный неудачник. Я не могу этого сделать. Я потерплю неудачу. Я облажаюсь, знаешь, как бомбежка. Сколько раз у тебя была плохая постановка, и ты такой, черт возьми, я отстой в комедии. Я не могу этого сделать. Я не могу этого сделать. Я отстой в комедии. В том-то и дело, я просто отстой. И тогда ты определяешь себя таким образом, и тебе нужно смириться с этим. Да, я действительно замечаю. К счастью, у тебя тоже никогда не бывает слишком плохо подряд, что в некотором роде интересно. Ты извлекаешь уроки из этого, и ты как будто выходишь с оружием наперевес на следующее шоу. Да, да, может быть, это активизирует в тебе какие-то чувства. Тебе казалось, что ты научился этому у кого-то, и у тебя всегда была такая интуиция, когда дело касалось подобных вещей. Я думаю, что научился этому в боевых искусствах, потому что тебе надирают задницу, и как будто ты не хочешь, чтобы тебе снова надрали задницу, ты либо бросаешь борьбу, либо учишься, как стать намного лучше, ты знаешь, а затем тебе надирают задницу на тренировках, что происходит постоянно, и ты знаешь. Что ты учишься на тех ошибках, которые ты учишься, ты знаешь. Может быть, ты слишком много сидел на месте, или может быть, ты слишком много телеграфировал, или может быть, ты устал, и ты не делал кардио, как те эти неудачи, которые у тебя есть в боевых искусствах, настолько важны, потому что ты получаешь боль, как будто тебя физически наказывают. А потом ты не понимаешь, что это значит. Я не хочу, чтобы это повторилось снова, так что тебе нужно либо уходить, либо становиться намного лучше, мне это нравится, и это здорово для многих моих слушателей. Многие парни просто пытаются продолжать жить своей жизнью. Вместе со всеми и моими слушателями, твоими слушателями, всеми, кто слушает людей, просто людьми там. Да. Вот почему так много книг по самопомощи, вот почему так много мотивационных документальных фильмов и мотивационных страниц в Инстаграм, потому что людям нужны такие вещи, им что-то нужно. И, как правило, лучшая версия этого исходит от кого-то, кто пережил неудачи и прошел через это. Да, ты знаешь, да, я ценю это, чувак. Ты похож на библиотеку, о которой я на днях думал странным образом. Ты похож на библиотеку, это интересно. Как я могу быть библиотекой? Ведь у тебя просто вся эта информация прошла через тебя, и ты способен вроде как, ты почти как уборщик в химчистке. Если ты задаешь вопрос, то он идет, получает информацию и выводит ее на передний план, и это как бы завершается. Это круто. Это забавный способ. Это хороший навык, чувак. Я слушал наш старый эпизод, и там была информация, а также советы и рекомендации, которыми вы делитесь со мной, которые все еще находят отклик у меня сегодня. Так что это просто очень круто. Круто. Понимаешь? Так что большое тебе спасибо, братан. Я ценю твое время. Я ценю тебя. Да. Все в порядке, мой мужчина. Пока. Теперь я просто парю на ветру. И я чувствую, что падаю, как эти листья. Я должно быть краеугольный камень. О-о-о. Но когда я достигну этой земли, я поделюсь этим душевным спокойствием, которое обрел. Я чувствую это всеми своими костями. Но это займет немного времени. Продолжение следует...